Дворец для Путина. История самой большой взятки. Самая большая взятка, ребята, это сейчас я вас забачу кинуть мне донат. Потому что вам же очень интересно посмотреть реакцию легендарного мудреца Моисея Великанова. А если очень интересно, и тем более если реакция сейчас длинная получится, то надо и баблом поддержать. Понятно. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся. И что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. И один из этих зрителей, самый преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин. Вот он точно смотрит сейчас, и сердечко его сжимается от ностальгии. У нас не просто расследование... Сердечко, да, именно сердечко. Да, в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально... Как обычный московский музыкант превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Готового разрушать страну и убивать ради своих сумбоков с золотом. Оформил Навального, ребята. Поэтому вот здесь очень... Навального оформили, как только он вернулся в Россию. Я тоже оформил Навального. Символическое место для того, чтобы начать наш фильм. Я в Дрездене, а вот в этом неприметном панельном здании... Куда зимой улетают орлы? В Орел. А Дрезды в Дрезден? А Кимчен Ин? В Долбоебск! ...сили свои первые коррупционные схемы те, кто позже устроит самое большое ограбление в истории России. Они просто украдут все рассаданные богатства. Их лидер, 33-летний Володя Путин, будущий самый богатый человек планеты, жил здесь. В те времена все было просто. И уровень злодеяний примерно соответствовал уровню этого здания. Владимир Владимирович занимала, как же используются в служебное положение, разжиться хорошей импортной магнитолой. Но, в принципе, ни методы, ни круг доверенных лиц не изменились. Просто тогда их интересовали магнитолы, а сейчас огромные государственные предприятия. Они сидели на торжественных мероприятиях и зачитывали речи. Просто в те времена они славили дедушку Ленина и клялись в предности идеалам коммунизма. А сейчас они крестятся в церквях и учат нас духовности и консерватизму. Сегодня мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами увидимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории. И строится самый дорогой в мире дворец. Если бы я был Путиным, я бы тоже себе хотел не просто дворец, а самый дорогой в мире дворец. Потому что, типа, смотрите, Трамп, блин, сейчас, как бы, Трамп же очень крут. А его все равно нагибает всякое левачье, какие-то петухи, какой-то твиттер там на него может залупнуться. Что-то там кто-то на него может быкануть. При этом, как бы, любой европейский лидер на него тоже, на них может всех быкануть Америка. Или там тот же Трамп, там, что-то им скажет, прикажет, а они должны там уже все делать, бегать и так далее. Всякие епошки, корейцы, блядь, и так далее, да? Короче, китайцы все равно заморачиваются, там, как-то, блядь, Путин, типа, мне кажется, вообще пиздец. Ему все поебать, ему никто не указ. То есть, понятно, что, ну, можно по-разному оценивать его персону. И, типа, он, ну, если он нечестными способами что-то наделал, то, пиздец, он, конечно, нехороший человек. Типа, осуждаем и так далее, давайте, там, прогоним, бла-бла-бла и все такое. Но с другой стороны, блядь, если с его стороны посудить, типа, ебать, как он всех нагнул. Многие бы так хотели. Да здравствует политосрач. Я надеюсь, у меня будет много дизов, хотя бы 50. Хочу много жоп сполить. Путин, мелкий сотрудник КГБ, выдающий себя сейчас за великого шпиона, приехал в Дрезден в 1985 году. Вау, разведчик, ему хочется, чтобы мы так думали. На самом деле, рядовой сотрудник даже не секретной резидентуры, а просто официального представительства КГБ в дружественный Советскому Союзу в Восточной Германии. Сейчас придворные пропагандисты обожают романтизировать тот период жизни Путина. Владимир Владимирович внедрялся в логово врага. На самом деле, вот это здание, такое теплое местечко, где куча бездельников типа Путина сидели на партсобраниях и награждали друг друга памятными подарками. Совсем как сейчас. 21 ноября 1987 года. Нарядный Путин, вы не поверите, на балу братьев по оружию. Мероприятие посвящено дружбе КГБ и штазе, Великой Октябрьской революции и неминуемой победе социализма во всем мире. В этот день Путину вручали награду. Золотой значок, как символ дружбы между Германией и Советским Союзом. Дружба с Советским Союзом стала велением сердца каждого гражданина ГДР. Сейчас эту ценность можно приобрести в интернете за 3 евро. Весь вечер Путин и его коллеги зачитывали длинные речи, пили советский коньяк, смотрели слайды и трепетали от гордости и верности идеям марксизма-ленинизма. Меньше чем через 2 года от всего этого не останется... Хохохохохохохохохохохохох. Тут он мое декоммунизационное сердечко как бы чуть-чуть зацепил. Будет уничтожена берлинская стена. Коммунистов-то я ненавижу. Вместе со штазе и представительствами КГБ перестанут существовать. Система, построенная на лжи и репрессиях, рухнула, но оставила после себя одно очень важное наследие архивы. Увы, несмотря на мечты и ожидания, Путину не удалось в Дрездене построить ни карьеру, ни разбогатеть. Но зато он познакомился здесь с теми людьми, которые впоследствии станут его главными кошельками. По-моему, западноукраинские города, у них есть какие-то там немецкие названия. Могу ошибаться, но я плохо знаю историю. Может быть, Львов как-то. По-моему, что-то такое я слышал, что у него какое-то другое было название. Так, Речь Посполитая. Кстати, вот эта Речь Посполитая, типа, это просто, на самом деле, по-польски республика так называется. Речь Посполита, типа, как-то у них там. Ой, хуй знает, не разбираюсь. Ну, какое-то, да, что-то там было такое. Лемберг какой-то вот. Что-то такое. Ладно, дальше что. Ну, западные города, понятно. Чем ближе к Германии, тем больше вероятность. Хорошо, вам разрушить белую перчатку. Тем больше вероятность, что немецкое название когда-то было. Не помогает Дэвид, корреспондент немецкого издания Корректива. Вот здесь это дело Путина. Будем смотреть его. Эту фотографию мы с вами уже видели. Владимир Путин получает золотой значок. Но не все обращали внимание на вот этого господина. А это никто иной, как Сергей Викторович Чемизов, ныне глава корпорации Ростех. Он служил вместе с Путиным. И таким образом на этой фотографии мы видим двух богатейших людей России. Ну, Путин, наверное, самый богатый человек в мире. А Чемизов, ну, точно входит в пятерку самых богатых людей нашей страны. Через 30 лет он все еще рядом. Но уже как госслужащий миллиардер. Просто очень интересно, насколько немцы все тщательно записывали. Немцы. Вот здесь вот программа вечера. И написано, что в 18 часов будет специальный тост произнесен в честь представителей, представителей принимающей стороны. И каждому выдадут глаз, стакан, советишек, коньяк, советского коньяка. Ну, и дальнейшие они произносят такие торжественные речи. И хвалят товарища Ленина, хвалят социализм, дарят друг другу сувениры. И согласно программе, не позднее, чем в 19.45, Владимир Владимирович Путин начинает плясать, потому что в 19.45 танцы. У нас тут две книжечки с фотографиями. Вот эту одну многократно показывали по телевизору. Вы ее много раз видели. Это удостоверение Штази. На нем имя Путин Владимир Владимирович. Есть такое же удостоверение. И на нем какой-то очень симпатичный человек. Это Николай Петрович Токаев. Человек, возглавляющий транснефть. Он, в отличие от Чемизова, свою работу в КГБ никогда не подтверждал. И в его официальной биографии есть 20-летний пробел. И работа в горнорудной промышленности. Ну вот мы закрыли этот пробел. Номера этих удостоверений отличаются на одну цифру. А вот документ. Это телефонная книжка Штази. В ней есть раздел «Товарищи, друзья». Заходим сюда. Смотрите, телефонные номера совпадают у майора Токарова и майора Чемизова. То есть они буквально сидели в одном кабинете. И столы их были очевидно рядом. Именно здесь, в Дрездене, Путин определил свои главные жизненные принципы, которые позже станут основой российского государства. Ну есть такой прикол, что типа какой... Ну как это, типа Чита говорят? Читаго. Читаго или этот самый... Детройтск. Ну типа вот, видимо, разве что в таком смысле кто-то что-то называет Дрезден как прикол. Первое. Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие — это самые эффективные методы работы. Второе. Коррупция — основа доверия. Твои главные друзья — это те, кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой. И самое главное. Денег никогда не бывает слишком много. Честно говоря, мне кажется, что все это тему с отравлением. Ждем самое важное. Расследование Миновальный сделал только потому, что ему заплатил лез, чтобы все обсуждали это, а не его секс с Найтмером. Вот я согласен, что вообще власть умалчивает самое главное. Что вообще-то между Леосом и Найтмером был секс. То есть это абсолютно ужасное замалчивание. Лгуны, просто негодяи и так далее. Начало девяностых — Ленинград. Подумайте сами, насколько крупным шпионом был Путин в Дрездене, если по возвращению из командировки в Ленинград его отправили на малоперспективную работу в университет. Там же работал его старый университетский товарищ Николай Егоров. Это один из малоизвестных, но ключевых и самых доверенных путинских людей. В 70-е годы Егоров и Путин сидели вместе за одной партой, дружили. Вместе с ним обделены вниманием и два других путинских однокурсника и самых близких друга того времени — Ильга Мрагимов и Виктор Хмарин. Тогда их объединяло увлечение борьбой. Запомним их. В 91-м году тот же Егоров оказал Путину услугу, изменившую жизнь будущего президента навсегда. Он рекомендовал Путина на работу в мэрию Санкт-Петербурга в Комитет внешних связей. Сейчас ужасно занятно вспоминать эти страницы биографии Путина. Он ведь у нас любит рассказать, как переживал развал СССР. — Крушение Советского Союза. Было крупнейшей геополитической катастрофой века. Он осуждает 90-е, ельцинизм, демократов и всех вокруг называет иностранными агентами. — Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели сторону до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. А в те времена Путин, сверкая пятками, побежал работать на одного из главных демократов тех времен — радикального критика СССР Анатолия Собчака. И вот оно свершилось. Человек, мечтавший всю жизнь о деньгах, до этих денег наконец дорвался. Оказался на должности, где есть что-то. — Ну, короче, да, то, что он жук и все время как бы... Причем, вот в чем у Путина, конечно, абсолютно уникальный талант. Он настолько уверенно умеет разговаривать, то есть настолько какая-то непоколебимость у него в речи, что он может наглейшим образом пиздеть полную хуйню, которая жестко противоречит тому, что он говорил, блядь, не знаю, два дня назад. И у редкого человека возникнет хоть малейшее сомнение, что типа это переобулся или что-то в этом роде. То есть именно один из важнейших таких вот ключей, на которых тоже вот успех именно Путина держится, это пиздец у него вот супер какая-то типа харизма, типа какая-то такая штука. То есть он просто вот этим очень подкупает. То есть он жутко... Ну, вот это все посмотреть, это же просто, ну, типа, вот ты берешь, вот он говорит одно, и вот он вот здесь же говорит другое. То есть это... Не надо ничего не разоблачать, ни что-то... Вот просто, блядь, факт, что Путин пиздобол. Это просто факт. Это типа нельзя даже тут... Не оскорбление, не еще что-то... Ну, вот просто. Вот Путин, блядь, перебывающийся пиздобол. Но при этом насколько он... Вот эта штука, вот это я у себя хочу прокачать. То есть чтобы я мог полную хуйню пиздеть, а вы, блядь, уши бы развесили и слушали. Это дают взятки. Не-не-не, это не популизм. То есть популизм это... Ну, в принципе, политика говорить как бы что-то. То есть я говорю не про то, что Путин говорит... Ту хуйню, которую ему выгодно сказать в текущий момент. Я говорю про то, как он это делает. Важно не то, что он говорит, а то, как он это делает. То есть насколько охуенно он как бы при всей его хуёвости речи... То есть он экает, мэкает. Я не знаю за счёт чего реально как так получается. Но вот как-то... Как-то вот прям пиздец вообще. Вот эта штука, я не знаю, как работает. Психологически какой-то очень тонкий интересный момент. Не знаю, как так. ...этих денег наконец дорвался. Оказался на должности... Да, подача, подача. Я не знаю, как она у него работает. То есть у Навального тоже весьма хорошая подача, но не то. Вот в чём ещё беда. И из-за этого чисто вот как-то люди, которые тупые, которые не разбираются в политоте и всё просто меряют мерками своей какой-то симпатии и прочей хуйни. Они очень нередко ссылаются тупо на то, что Навальный им меньше нравится, потому что у него там харизма какая-то не такая. И типа вот даже... Ну вот этот момент, он, блядь, это то, чему у Путина... Ещё раз, речь, сама речь у Путина довольно ужасная. Она хуже, чем, блядь, у блогера, который там полгода занимается. Он экает, мэкает, что-то... Что касается чайки, что касается повестку, конструктивную повестку дня. То есть у него речь именно прям ужасная на самом деле. Но за счёт какой-то вот этой хуйни он умудряется работать. То есть это плохо для нас всех. Но это то, чему Путина... То есть это явно не то качество, которое... Ну как бы объяснить. Это не то качество, ради которого надо его оставлять президентом и, блядь, молиться на него. Но это то крутое, чему у него стоит поучиться. То есть он... За счёт этого он умудряется реально значительный процент, как мне кажется, наёбывать своего электората за счёт харизмы. То красть, где дают взятки. Ну надо понимать, что у Гитлера тоже харизма была абсолютно замечательная. Владимир Владимирович развернулся. Самая известная и хорошо расследованная тема — это экспортные лицензии. Путин занимался выдачей таких лицензий фирмам, которым разрешалось продавать нефтепродукты, лес, алюминий, медь, хлопок, любое сырьё за границу в обмен на еду. Буквально нефть в обмен на сахар и картошку, лес в обмен на детский тарь. Как у всяких Ленинах и Сталина. Владимир Владимирович раз сообщил о том, что на Украине закуплено подготовлено к отправке. У нас в Петербурге без половины тысячи тонн сахара. Каким образом выходим из положения? Ну так, не будем говорить, пока не перепрыгнем. Путин лично распределял лицензии. И, как выяснилось потом, отдавал их фирмам однодневкам, связанные в том числе и с ним и с его друзьями. И схема была элементарной. Сырье уходило за границу, фирмы прокладки получали за него деньги, а продукты по бортеру не доходили. То есть, это, во-первых, какое-то такое внутреннее спокойствие. То есть, вот Путин, он практически ни разу не видно, чтобы он именно нервничал. Он может быть, ну, даже если нервничает, он как будто вида не подает. У него супер прям вот, блядь, как у, не знаю, наебаного быка. Типа просто абсолютно ему вот, типа, да, вот это вот. То есть, вот это даже не передашь. То есть, Навальный чуть-чуть как-то вот, он подает так вот, слышно, что он как будто чуть злится, чуть нервничает, что-то такое. То есть, он прям вот, и вот этот Путин, он вот, значит, здесь поступает вот так вот. И вот эта же вся штука, она, ну, типа, тоже прикольно. Но здесь прям, блядь, вот это именно спокойность, хладнокровие какое-то. Вот это пиздец работает. Это наша Родина. Мне интересно, я понимаю, что он здесь. Одним из главных мест заработка для Путина был морской порт. Место легендарное. Один из символов бандитского петербурга. Это пиздец подкупает. В начале 90-х этот стратегический объект превратился в криминализированную территорию, где стреляли, убивали, непрерывно что-то делили. Порт контролировался одним из самых известных тогда криминальных авторитетов, Ильей Трабером, по кличке Антиквар. Но бандиты бандитами, а всякие бумажки и разрешения все равно надо подписывать и оформлять. Вот этим и занимался чиновник Путин. Формально он представлял интересы государства. Фактически, просто помогал этим бандитам, работающим в порту, обслуживал их интересы, был полезным подручным в мэрии, который мог помочь настоящим крутым парням решить их вопросики. Ну, например, нефтяной терминал в порту. Трабер, председатель совета директоров. Еще одну акционерную долю контролирует глава Тамбовской ОПГ Геннадий Петров. Ну, а Путин, и тут я сошлюсь не на кого-нибудь, а аж на руководителя «Газпромнефти» Александра Дюкова, который тогда был гендиректором терминала, оказывал проекту серьезную помощь и поддержку. И очень легко увидеть, кому еще Путин оказывал серьезную поддержку. Нефтепродукты через терминал поставлял за границу Геннадий Тимченко, будущий миллиардер, главный торговец российской нефтью и один из самых известных друзей Путина. И фамилии у них какие-то странноватые. Тимченко. Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса, нефтетрейдера «Гунвор». Когда Путин стал президентом, четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника «Гунвор». Таким образом, Тимченко, не делая ничего, зарабатывал просто немыслимые деньги. На протяжении всего времени существования «Гунвора» считалось, что у Путина есть там секретная доля. И даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам «Гунвора». Но на кого эта доля была записана, много лет было непонятно. А потом выяснилось, в «Гунворе» всё это время был секретный акционер Пётр Колбин. Никто не понимал, откуда взялся этот удивительный акционер, как у человека, который сам говорил, что бизнесом не занимается, могли бы быть миллионы долларов для инвестиций в «Гунвор». И в 16-м году журналисты раскопали, что Пётр Колбин — это закадычный друг детства Путина. Они росли в одной деревне, вместе ходили на дискотеки, дружили семьями. И стало очевидно, что Колбин всё это время был держателем путинской доли. Вот вы сидите и думаете сейчас, что же получается? Путину прямо платили взятки? В конвертах? Да. Один из участников петербургских разборок 90-х, Максим Фрейдзон, рассказал в интервью, как работала схема взаимодействия с мэрией Санкт-Петербурга. Если требовалось что-то оформить, нужно было прийти в Комитет внешних связей, послушать церемониальную речь о важности экономического партнёрства. А потом Путин просто писал на бумажке нужную сумму отката, небольшую — 10-20 тысяч долларов. И добавлял, что оформлять, то есть заносить, нужно у его помощника Лёши Миллера. Сейчас Лёше Миллер в представлении не нуждается. Почти 20 лет он возглавляет наше национальное достояние — Газпром. Оформлять взятки у него явно получается лучше, чем управлять госкомпанией. В 2008 году Миллер хвастался, что через 7-8 лет Газпром станет самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. В тот момент Газпром стоил 360 миллиардов. Прошло 12 лет. Ну то, что он заебал, он тоже молодец. То есть, типа, надо понимать, что это как бы Невельный с Путиным два крутых чувака, которые, я уж не знаю, насколько там друг друга стоят или типа того, но, типа, недооценивать Невельного я бы тоже не стал, он весьма крут. Типа, алё! Опять же, ребята, ты можешь как угодно относиться к нему, но вот давайте даже допустим, что там ватаны правы, например, что вот это всё там, не знаю, проект Путина. А пойди стань проектом Путина, блядь. Пойди бахни канал на 5 лямов, пойди выведи кучу школьцов на улице. Пойди попробуй, блядь, наеби на донаты всех. Лучше бы он снял расследование про секс, слёзы и Алексей Найтмеров. Спасибо большое, аноним, за донат. За донат, блядь, за донат. Спасибо большое. Так вот, короче, пойди, ёпта, попробуй так наебать, блядь, школьцов. Пойди попробуй, заставь Соловьёва, блядь, бесконечно про тебя кудахтать и только про тебя. Пойди попробуй, блядь, заставь всю просто либеросню, блядь, бомбить тебя. Просто заставь, что вот ни одного нет человека, которому похуй. То есть, ну, то есть, окей, очень редко можно найти человека, которому вообще похуй на Навального, допустим. То есть, насколько он тоже, на самом деле, крут, надо понимать. Будучи кем, по сути, он чё, типа, дохуя там, не знаю, выходец из невозможно каких-то супербогатых семей? Вроде нет. Ну, типа, такой небольшой бизнес был у родителей, насколько я понимаю, и всё. Пойди, блядь, возьми, нахуй, любым своим видосом первое место в трендах, просто, я не знаю, влюбив себя, искренне именно влюбив себя сотни тысяч именно пиздатых чуваков. То есть, за Навального там топят. Я просто смотрю там, допустим, кто в Инстаграме его лайкает. Это охуенные чуваки, которых я просто дико им респектую и так далее. Пойди, блядь, окажись на его месте, типа, для начала. То же самое, как и на месте Путина или Савянина. То есть, я вообще в этом плане, ну, типа, ну, короче, вот такой у меня взгляд ебаный. Гипетализация «Газпрома» около 70 миллиардов. То есть, она не выросла, а упала в пять раз. Идеальный пример того, как сработала путинская команда. Мне не стыдно за моих друзей. Ну, и самое главное, историю чиновника Путина невозможно рассказать. Ну, да, мой брат тоже крут. Без истории Банка России. Не было бы России, не было бы Путина. Этот банк был создан ещё Ленинградским обкомом КПСС. Но в 91-м, когда и КПСС, и обкомы вместе с ней перестали существовать, мэр Петербурга самочарствовался реорганизовать этот банк. Привести в порядок активы и на их основе сделать нормальную коммерческую структуру, которая помогала бы экономике бедствующего Санкт-Петербурга. Прервёмся на любой донат, без проблем. Путин справился. Правда, акционерами нового банка оказались сплошь и рядом его путинские друзья. В первую очередь, конечно, Юрий Ковальчук. Он стал и по сей день является главным акционером и управляющим. В начале 90-х Россия была просто небольшим банком при мэрии. А сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина. Там указание управления делами, чтобы туда переводили мою заработную плату. Всё незаконно нажитое, подаренное и украденное путинской бандой лежит в сохранности тут. У банка очень, по-моему, измучное и символичное название. Он так называется – Россия. Несмотря на то, что со времён питерской мэрии прошло три десятилетия, многие из вас тогда ещё даже не родились. Вы прекрасно знаете всех участников тех легендарных событий. Посмотрите на доску почёта только одного комитета, который возглавлял Путин. На ней прямо вся команда взяточников, которые когда-то делила деньги из конвертов, которые брал Лёша Миллер. Медведев стал премьером и президентом. Миллера посадили на Газпром. Зубков тоже премьер-министр и Газпром. Сечин, секретарь и носильщик путинского портфеля, был министром правительства, а сейчас глава Роснефти. Прямо неофициальный список в Форбс какой-то. А вот Чуров, его поставили фальсифицировать выборы, чтобы неугодные кандидаты не избирались и не мешали воровать. Марина Янтальцева стала главой протокола Путина. В соседних кабинетах сидели Герман Греев, мини-глава Сбербанка, Кудрин, глава счетной палаты, Козак, бывший министр, а сейчас в администрации президента. И множество, множество других. Больше 30 лет они чиновники и сидят у власти. А нам любят рассказать, как они против проклятых 90-х. Они и есть олицетворение всего худшего, что было в 90-х. Давайте перезакреп сделаем. Все это старые, хорошо известные и описанные журналистами истории. Даже немного лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака, вокруг него были скандалы, парламентские расследования, доклады о коррупции. О махинациях Путина писали в газетах. И по-хорошему, Путин должен был сесть еще тогда, в 96-м, когда они с Собчаком потеряли власть, проиграв выборы. Путин, кстати, тогда активно работал в избирательном штабе Собчака. И именно с того момента он понял, что... Ну, тейк про иностранного агента работает на долбоебов, которым уже промыты мозги касательно зловредности влияния Запада. То есть, ну, есть же, типа, люди, которые считают, что там какой-то, блядь, есть, не знаю, план Даллеса, что злые западные, там, америкосы хотят, не знаю, убить нас тут всех, поработить, там, развращают наших детей, там, своими, не знаю, ютюбами погаными. То есть, в России огромное количество дегенератов, которые искренне верят в то, что, ну, типа, внешние враги есть, которые хотят нас всех просто, вот, не знаю, там, поиметь. Ссылаясь на то, что так было всегда, исторически, и немцы всегда хотели нас завоевать, там, наши, не знаю, какие-то невозможные земли с нашими, там, чем, не знаю, нефтью, женщинами и прочей хуйней, и америкосам мы, там, кость в гордость. Все, блядь, нас хотят завоевать. Это мы, мы никого не хотим, нам никто не нужен, конечно. Мы вот живем там, мы над Америкой чуть-чуть кекаем, но почему-то... То есть, никто такой, нет, да, пойдем завоюем ее, блядь. Ну, хотя, видимо, как шутка может быть, но и то, блядь. А тут, типа, ну, суть в том, что сказать иностранный агент для, именно, огромного количества людей, это уже достаточно, чтобы, чтобы помимо этой самой фразы возникла целая вот огромная вот эта вот хуйня. То есть, дегенератов, которым этот ебаный нодовец, блядь, господи, промыл мозги. Есть огромное количество людей, которые верят, что мы до сих пор в СССР, например. Я чуть... Я реально, блядь, в ахуе. Есть целая, блядь, группа людей, целая, ну, как комьюнити. Оно значительное весьма, которые, блядь, топят за то, что СССР не разваливался. Это все сейчас наебалово, фикция и прочая там хуйня. Вот, и это, то есть, не нужно подчиняться никаким законам и так далее. Так что сказать иностранный агент охуенно такой... Ну, то есть, как вот либерал. То есть, ты очень долго, несколько десятилетий уже, блядь, моешь мозги людям касательно того, что либералы это пидорасы, либералы это там то-то все. Либералы, они там хотят всех, чтобы все ебались в жопу под наркотиками. И сейчас можно просто сказать, либерал и все. У долбоеба уже, блядь, цепочка складывается в голове. Потому что он нихуя, блядь, кроме как путинское телевидение, не изучал, что на самом деле такое либерализм. И какие его ответвления бывают. И, соответственно... Да даже вы, блядь, сука, все! Я вам говорю либерал, вы мне говорите, как либерал может быть нелевым. Вот, сука, даже вы, ебать, а вы как бы вроде у меня не конченные зрители. Но надо понимать, что такое промывка мозгов, соединенные с нежеланием глубже погрузиться в вопрос. Как ты относишься к тому, что Навального обвиняли, что он потратил донаты на себя? Хороший, кстати, вопрос. Я не знаю, надо... Ну, я не смотрел. Надо поинтересоваться, что там такое. Ну, то, что он часть донатов тратит на себя, это нормально, естественно. То есть, типа, странно, если он этого не делает. Типа, а что за хуйня? Ну, конечно, блядь... Ну, типа, он вроде как говорит, что я там адвокатскую деятельность веду и, типа, на нее живу. А донаты все там... А, я не знаю, почему нет. То есть, почему бы он не мог бы забирать себе часть донатов? То есть, он что, блядь, не заслужил, что ли? Не заслужил жить чуть лучше, чем обычные бомжи какие-то, типа, которые ничего настолько же крутого и полезного не делают? То есть, если забирает, то, пожалуйста, надеюсь, забирает. Честные выборы — это ужасная вещь. Надеюсь, штук 300 себе в месяц забирает хотя бы на всю семью. Может, даже больше. Поиграть. Но тут появились два ангела-хранителя, спасшие нашего Владимира Владимировича. Все из вас, тупо моложе, могут спросить у людей, помнящих 90-е хорошо. Вот кто тогда были олицетворением коррупции? Гарантирую вам, прозвучат два имени. Пал Палыч Бородин, управляющий делами Ельцина. Скандалами с его откатами на стройках были заполнены газеты тех времен. В Америке, в Швейцарии, где ходят триллионы долларов. На помощь, ведущие! Так, спасибо. Давай посмотрим. Давайте вернемся сюда. Что-то о них никто не пишет. И Анатолий Борисович Чубайс. Он в представлении не нуждается. Именно этих двух замечательных людей мы должны благодарить за то, что с 96-го года Путин обосновался в Кремле. Сначала в управлении делами президента. У Бородина. Как вы знаете, управление делами президента России занимается материально-техническим и финансовым обслуживанием всех центральных органов власти. Я буду курировать договор на правовую деятельность. Я все-таки юрист. А потом... Я бы сейчас тоже, пацаны, покурировал бы, так сказать, за кадром. Анатолий Чубайс предложил на работу в администрацию президента сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге. Так Путин стал главой контрольного управления Ельцинской администрации. Оцените иронию. Главные коррупционеры тех времен. Вот они сидели и думали, кого бы назначить на позицию проверяющего в администрации. Кто будет проверять, но старательно не замечать коррупции. И они выбрали Путина. Это моя профессия. Это интересно для меня. Путину выделили госдачу в Архангельском. Служебную машину. Но вообще-то о его образе жизни известно довольно мало. Но мы нашли отличного свидетеля тех времен. Непосредственного участника всех событий. Ребята, этот самый, господи, Тесса Вайлетт и то сделала более классный гимн русских, чем, сука, вот то, что мы сейчас смотрели, чем вот тот позорный ужас. Реально, вот эта штука типа, под которой просто орется русский вперед, даже это более воодушевляющий и классный гимн вот именно русского этноса, чем, сука, нахуй. У Путина, Людмилу. В середине 90-х Людмила Путина во время своей поездки в Гамбург познакомилась с немецкой женщиной по имени Ирэн. И у них связалась дружба, по переписке. Несколько лет они посылали друг другу рукописные письма, в которых Людмила подробно рассказывала о своей жизни. Вот эти письма. Здесь 96-й, 97-й, 98-й года, потом они перестали общаться. Бывшая подруга даже написала книгу об их дружбе с Людмилой. Она называется «Пикантная дружба». Ее издали на русском в 2002 году, но с прилавков она быстро пропала, к сожалению. Там есть отличные фотографии уже очень узнаваемых дочерей Путина, или этих женщин, как он их сам называет. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Мы внимательно изучили каждое слово и в книге, и в самих письмах. В основном там совершенно неинтересные рассказы о личном. Про погоду, про детей, гороскопы. Но кое-что важное там все-таки есть. Во-первых, откуда эти письма посылались? Сверху страницы можно заметить номер телефона. Людмила Путина отправляла их либо из дома, либо из офиса, как она сама это пишет. И этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт. Тот самый, который, благодаря помощи чиновника Путина, оказался в собственности криминального авторитета Ильи Трабера. Что же там делать у нас чиновника? Или вот, офис под названием Интеркоммерс Варник. Это Матиас Варник, банкир и бывший сотрудник штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять Дрезднер-банк. Немецкая подруга Людмила Путина очень удивлялась тому, как близки Путины и Варник. Варник оплачивал лечение Людмилы Путина из-за границы. Он брал на себя расходы и организацию семейных отпусков Путиных. Гостиницы бронировались на его имя. Это вообще-то называется взятка, полученная в натуральном виде. Путин... Бля, понимаете, как он сейчас троллит еще заодно Путина? То есть, типа, что Навального сейчас говорят, вот, там что-то Германия, там что-то прям вот... Ну, типа, Германия ему там что-то спонсирует. Блядь. Давай лучше обсуждать более важные темы. Так. Как думаете, был ли секс у Навального и Леонида Волкова? Так. Мем выходит на новый уровень. Спасибо, а не Владимир Владимирович. А немецкий банкир и бывший сотрудник спецслужбы... Навальный просто сейчас пытается, на самом деле, отвлечь нас от действительно важной темы. То есть, был ли у них с Леонидом Волковым все-таки каитус. Расходы его семьи. Мне кажется, именно такое и надо называть... Это про Путина что-то сваливать. На самом деле... Не мы придумали сам термин иностранный агент. Этот закон действует с 30-х годов. США в 38-м или 39-м году был принят. И работает прекрасно. Расходы Вальнега на семью Путина были возмещены с лихвой. Сегодня этот человек, управляющий директор Северного потока, а также член Совета директоров Роснефти, Транснефти, Банка России, Русала, член наблюдательного совета ВТБ... Вот. Кстати, Леос купил акции Транснефти. ...и Административного совета Швейцарского Газпрома. Кроме отпусков, которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность... И Сергей Табачников. ...путина на недвижимости. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге. Бля, сука, я теперь это говно тоже напиваю, блядь, пиздец. Вот. Людмила с досадой рассказывает, что их друзья Черезовы уже получили квартиру двухэтажную и описывает ее каждый угол с точностью до квадратного метра. С Сеченом, кстати, была очень похожая история, но узнаем мы ее уже не из писем, а из недавней книги о Путине. Там общий знакомый Путин и Сечен рассказывает, как их расселили в служебные квартиры после переезда в Москву. Когда Владимир Владимирович пришел в гости к Игорю Ивановичу, он поинтересовался, а сколько у тебя квадратных метров? Квартира Сечена была 317 метров, а у Путина 286. Сечен рассказал своему знакомому, что Путин сказал лишь поздравляю, но ощущение сложилось, как будто он хотел его застрелить метким выстрелом в голову. Еще несколько недель после этого они не разговаривали. Из писем Людмилы мы узнаем очень много о жизни Путина уже на излете тех самых лихих 90-х. С кем они общались, куда ездили, Людмила подробно вот в 96-м году они проводят 6 недель в Давосе вместе с семьей Шамаловых, с которой через 15 лет проднятся. Несколько раз в год семья чиновников Путин. А вообще вот это на самом деле, ну, кажется, что ой, какой мелочный, ой, какой жадный, ой, какой что-то. А, блядь, именно такое качество, то есть именно человек такого характера, такого склада, такого рвения, желания, жажды и внутренней необходимости стать первым, самым крутым, самым просто вот, блядь, всех наебать, другой человек, он и не может добиться таких высот. То есть только абсолютно безумный какой-то вот помешанный человек. Только так. Это не нормальный склад ума. Путина обязательно есть недели в Давосе вместе с семьей Шамаловых, с которой через 15 лет проднятся. Несколько раз в год семья чиновника Путина обязательно ездит во Францию, летом отдыхать на море, а зимой кататься на лыжах. А вот мой любимый фрагмент. Людмила Путина разоблачает типичное путинское жевранье. Она описывает, как летом 98-го года они поехали в отпуск в Канэ на 6 недель. Но 22 июля Путину резко пришлось прервать отпуск и вернуться в Москву. Его назначили директором ФСБ. В единственной официальной биографии Путина этот эпизод тоже описан. Только по этой версии отпуск был не в Каннах, а на Балтийском море. И были там не Путина всей семьей, а только Людмила. Вот мы удивляемся деградации спецслужб и разгулу коррупции. А чему удивляться, если уже в 98-м году главой главной спецслужбы назначили чиновника, семья которого полтора месяца живет в гостинице на Лазурном побережье Франции. Но вот на какие деньги? Понятно, что на коррупционные. Понятно, что его ставят директором ФСБ такие же воры, чтобы он решал их вопросы. Посмотрите на эти кадры. Загореленький Путин, прилетев из Франции, сидит в день назначения рядом с Кириенко и радуется возвращению в родной дом. Возглавив ФСБ, Путина сделал ровно то, для чего его ставили. Помог коррупционерам уйти от ответственности. Тогдашний генпрокурор Скуратов копал подъездческую семью, обвинял их в воровстве, во взятках и для нейтрализации Скуратова ФСБ устроило целую операцию, результатом которой стал показ по федеральному телевидению знаменитой пленки с человеком, похожим на генерального прокурора. Вы сейчас увидите человека, очень похожего на генерального прокурора Российской Федерации в обществе девушек повыслал. Мы обязаны предупредить, это нельзя смотреть детям до 18 лет. После публикации Путина выступил лично и сказал, что это никакой не человек похожий на Скуратова, а сам Скуратов, и он должен уйти в отставку. Паширамштейн, большое спасибо, большое спасибо, принято, спасибо огромное. То, что на Сбер прям вообще супер охуенно. Мне сейчас так неудобно на Сбербанк выводить деньги стало из-за донатки, там какая-то беда. Так что прям отдельное огромное спасибо за то, что донат не просто щедрый, так еще и на Сбер. И буквально через 4 месяца, поняв, что более надежного и соответствующего по духу человека им не найти, именно семья Ельцина, Таня и Валя, делают Путина преемником. Сначала премьер-министром, а потом президентом России. Как только Путин укрепился в власти, то есть подчинил себе телевидение, суды и наладил систему фальсификации выборов, началась и продолжается до сих пор. Самая большая операция по распилу и присвоению России. По кусочку каждому другу. Один садится на потоке Газпрома, второй начинает доить Роснефть, третий забирает себе крупнейшие стройки. Шайка взяточников и жуликов из Питерской мэрии захватила все ключевые посы и объявила себя гениальными управленцами и спасителями России. Но несмотря на то, что наши герои приоделись и окружили себя сотнями охранников, ключевой принцип, на котором все держалось со времен лихих 90-х в Питере, никуда не делся. Хочешь воровать из бюджета и пилить госсобственность? Делись с Путиным. Я согласен, договорились. Если когда-то Путин писал на бумажке сравнительно небольшие суммы в долларах, а Леша Миллер их для него собирал, то в этот раз на бумажке написали слово. И это слово – дворец. Это самая большая стройка в мире. Самый секретный и охраняемый объект в России без привлечения. Это не заградный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы. Собственные охраны, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Церковь свою себе! Отхуярил себе собственную церковь! Ух, ух, завидую Церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт Это прямо отдельное государство внутри России И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь Путин Погодите, скажете вы, мы слышали про этот дворец Мы знаем, что это его строили для Путина Но потом, когда вся история вскрылась, стройку заморозили, а дворец купил какой-то бизнесмен И вы нам рассказываете какую-то старую историю Ошибаетесь Эта история не знакома никому Во-первых, вы не представляете себе истинных размеров этого дворца Во-вторых, никакой продажи не было Это юридическая иллюзия, постановка Созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активных компаний Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала, по сегодняшний день Владимир Владимирович Путин Ну и в четвертых, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров Он помешался на богатстве и роскоши Представляете себе княжество Монако Это маленькая, но все же отдельная страна А здесь владение размером с 39 княжеств Монако Построено княжество Монако Ни по земле, ни по морю, ни по воздуху Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал Ямы среди камерами, обыскивают багажники и бардачки Но мы с вами все равно зайдем Что это такое? Совсем с ума сошлись? Охуенно! Много лет мы показывали вам 39 Монако, блядь! Да, конечно, он помешанный, багажник, понятно С воздуха, снаружи Но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри Кроме экскурсий по царским палатам, я уверен, что вы ее ждете с некерпением Вы узнаете, что настоящий дворец Путина, это не просто вот этот дом А еще и 7800 гектаров земли Почти... Ну, блядь, он по крайней мере Это все... То есть, вот все-таки Надо отдать должное Не как Соловьев ебаный в Италии, блядь, там все А сделал где? В России Патриот все-таки любит свою страну, понимаете? 300 гектаров виноградников в 4... То есть, конечно, деньги он любит больше Но... Шато, винные заводы, устричные фермы и бесконечная роскошь Я расскажу, откуда этот дворец взялся Иначе деньги его продолжают строить прямо сейчас Поехали Я надеюсь, что золото там все То есть, бриллианты, алмазы То есть, что вот... Мне интересно уровень патриотизма То есть, вот если там есть какие-то там, не знаю, французские всякие там люстры Да, наверное, вот это мне не понравится Если там, например, все полностью вот насколько возможно сделано из российского Тогда охуенно О-о-о-о-о! Марина Всем привет! Это Георгий Албуров И, как вы могли заметить, мы находимся немного в непривычных для нас условиях Дело в том, что мы в Краснодарском крае На Черноморском побережье Буквально в трех километрах от знаменитого дворца Путина Мы приехали сюда очень странным путем Мы меняли билеты, выходили не на свои... Какое незнакомое место Мы менялись симками, мы менялись телефонами И мы провели целую спецоперацию, чтобы попасть Вот бы мне там когда-нибудь побывать И все это сделано для того, чтобы нас не приследовали полицейские, ФСБшники, сотрудники Центра ЭК Которые всегда это делают, когда мы приезжаем в Краснодарский край И нам удалось это сделать Прямо сейчас мы находимся в нескольких сотнях метрах от берега И на десятки километров вокруг ни один полицейский не знает, что мы здесь делаем Это прекрасно, потому что прямо сейчас мы будем запускать дрон И сделаем для вас легендарную съемку 20 Путина Этот дворец еще никто не видел с дрона Он секретный, он настолько засекречен, что его охраняет федеральная служба охраны Охуеть Ну Навальный тоже, конечно, красава, блять Типа, чувак сделал кучу КПП Сделал себе государство, блять, размером 40 Монако Просто, блять, суперанально отгородился А мы все равно, нахуй, его подъебем и прилетим к нему То есть, блять, я даже не знаю, кто здесь круче, типа, Навальный или Путин Они просто, просто, блять, битва титанов, реально, прям охуенно Все говорили, что снять это невозможно Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали Это прям как, вот Шерлок Холмс со своим этим доктором Мориарти Просто, блять, плачут и сосут реально по сравнению с этой, блять, эпопеей Это просто, я даже не знаю, с чем можно сравнить Самая охуенная, прям, Гарри Поттер с Воллендемортом Просто, блять, расплакались и обосрались Это прям сверх охуенная битва, блять, вообще Не получилось, попробовали еще Сделали четыре попытки, но получилось только однажды Представляю вам самый секретный дворец в России Дворец Путина под Геленджиком Вот он, прямо перед вами Это самый большой частный жилой дом в России Его официально подтвержденная площадь по документу 17,5 тысяч квадратных метров Че-то этот Толбуров выглядит так, как бутон пихал Навального Спасибо, не Владимир Владимирович Его даже особо не с чем сравнивать Самый роскошный дом в Рублевке Это не Путин Сделать себе такую вину Но не сделать себе самый пиздатый бунбел А откуда ты знаешь, что там внутри нет данжена, блять? Там, скорее всего, в подвале еще вот такого размера, блять Данжен, и туда постоянно приезжает там Вендор, Холм, то есть там все И просто там у него fucking slaves Я уверен, там все есть Это же Владимир Путин, ты что? Новый Версаль, или новый Зимний У него данжен тоже самый крутой, блять Там огромные акустические системы Он ставит гачи-миксы от этого, от Зеродовича Он самого Нурминского себе заказывает Нурминский туда приезжает, в этот данжен спускается И сам на себя поет гачи-миксы сразу, блять, типа Чтобы это Не дворец, по-настоящему царское место Любуемся на него снаружи, пока только снаружи Ну, царь, царь, понимаете? Давайте поднимем достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях Так Все, как говорится, номинально президент, а пап, по сути Все, у нас царь, пацаны, есть Что это происходит? Империя из БЭК, чисто Президент, окна законопачены, бассейн закрыт, стройматериалы лежат на земле Снуют еле заметные на фоне дворца рабочие Что же происходит? Почему здесь стройка? Ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно, что дворец полностью готов Нам объяснили... Доделывают Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа Имя ей плесень и разгильдяйство Дворец был спроектирован с ошибками Не работала вентиляция, теплотолок и высокая влажность В общем, решили переделать все, вообще все Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное Буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново Но что для Путина траты и головная боль Для нас шанс узнать больше про его дворец Ведь в реконструкции вовлечена куча народу И они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта Вот, например, Дендрарий Там собраны редкие и уникальные деревья Ахуеть 40 садовников, блять, пиздец Правильно, грехи же замаливать надо Ух, блин, приходит, я представляю, такой Владимир Владимирович В собственную церковь Ой, господи, прости Господи, отпусти мне мои грехи, блять Вот это, понимаете Ой, мы русские, мы русские, мы все потерпим Вот так вот Вот эту хуйню надо показывать, чтобы показывать Какие русские крутые, блять Только вот какую-то очень странную гору с въездами внутрь Мы долго пытались понять, что там внутри И в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренности этой горы Прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров Да это же хоккейная коробка Действительно, ну зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей Интересно, подземный хоккейный комплекс мы видим впервые Узнается бункерный стиль хозяина Он явно любит сидеть под землей Наверное, воображает себя гномом, охраняющим золото из фильма «Властелин колец» Подрядчики подтвердили нам, что да, под землю зарыли ледовый дворец Который вообще-то высотой с пятиэтажный дом Охуеть Немного шокированный Личный ледовый дворец Блядь, собственная вышка нахуй Чтобы у него 4G ловил Блядь, у него, блядь, 6G уже давно там Охуеть А вот и данжен, да А вы говорите, у него, блядь, пятиэтажный данжен Охуеть Справа общежитие для персонала И там живет персонал не самых высших категорий охранники Это общага, блядь Вы посмотрите, сука Ребят, вы видите эту хуйню? Общежитие, блядь И строители в охтовике А рядом с ним мозг всего комплекса Здание штаба Основные управляющие работают именно в этом здании Давайте немного развернемся и просто полюбуемся на вид, который отсюда открывается Очень красиво Раньше это видел только Путин с вертолета А теперь можете и вы Отлетим в дальнюю часть дворца, чтобы посмотреть еще на пару объектов Вот грандиозный забор Через такой ни один вор снаружи не пролезет Справа то самое здание, ради которого построили 80-метровый мост Это гостевый дом, он же Чайный дом Главный вор там внутри сидит Площадью 2500 квадратных метров А вот многострадальный амфитеатр Этот простой объект строится и перестраивается просто непрерывно, годами Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается Может быть, место должно больше подходить для гладиаторства Переделайте, переделайте, мне не нравится Он как в икориам играет, блядь, реально Перетекует акустику, нам остается только гадать Но рабочие копошатся там постоянно Отлетаем еще Так, а как на пляж-то сходить? Лавки надел, ласты взял, а спуститься как в гараже А вот тут есть специальный вход в тоннель, который строили те же люди, что строят метро Это уникальная конструкция, которая позволяет не только... Те же люди, что строили метро Удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Блядь, класс Просто личный, огромный пляж, блядь, и гора там Просто голый выходишь и такой Аааа В тоннеле есть небольшой секретик, который раскрыл нам один... Чистейшая вода, скорее всего Все говно-то сливается там подальше, где бомжи, блядь, живут Вот тут видите, какая-то дверца, что ли Посмотрите на эту фотографию, тут видно чуть лучше А вот это место на схеме тоннеля Это, друзья мои, дегустационная комната Специально замаскированная под гору На самом деле, это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море Здесь можно наслаждаться бокалами вина Выходишь в халате И такой, блядь, просто Трамп, соси Самое главное для нашего национального лидера Это какой-то балкон, где ты постоянно в опасности А очень безопасное подземное место Для тебя ничего не угрожает А теперь то, что с помощью дрона показать невозможно Масштаб Мы с вами летали вот тут Да, 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 он сделал домик Где-где-где? Береговое, скала, парус Тысяча гектаров, 70 миллионов квадратных метров принадлежит ФСБ И в сентябре 2020 года он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец Знаете зачем? Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности На самом деле, конечно, единственная цель аренды этого реально гигантского участка земли, который в три раза больше соседнего Геленджика Это создание чего-то типа буферной Чего, блядь, больше? Это создание чего-то типа буферной зоны вокруг дворца Путина, чтобы никто не мог случайно, гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта И не только Правильно, правильно По земле Обычно, чтобы выйти в море на любой лодке, хоть на надувной, хоть на яхте, надо выполнить простую процедуру Позвонить в местное управление ФСБ и по телефону уведомить их о своих планах Чистая формальность Рыбачить, купаться, по большому счету, можно где угодно, но не тут Добрый день, да С Новым годом С Новым годом вас Представляем, это после Скалы Парус, по-моему, да За милю? Да Понял, а что там такое, там авария, что ли, какая-то? Нет, только надо только вам, чтобы вы не на этот участок ходили Если вы пойдете, то есть, пожалуйста, пределы А скажите, пожалуйста, с этим Сыдокопасом это всегда, так или вот какие-то дни просто там сейчас Да, всегда А, я понял, это согласование с другим нарядом ведомств, там надо с этими, с ФСОшниками, я так понимаю Да, конечно А письменно или как-то тоже, может быть, по телефону через дежурного? А, ну я понял, ну ладно То есть, всех рыбаков из-за путинской дачи просто отправляют в обход, в открытое море, за 2 километра от берега Там, смотрите, там нихуя даже на карте нет Типа За скалой А, Идокопас какой-то, да Ну-ка, сейчас еще раз Идокопас А, резиденция Там уже указано, как резиденция Типа, уже указали Достопримечательность Блядь, два Две звезды стоят, три отзыва Шикарная Хорошее место, блядь Пять баллов там стоит Люди, видимо, бывали, блядь, там Да Охуеть Православный храм Часы работы не указаны, блядь Хорошее место для раздумия вечно И все ради того, чтобы никто случайно вблизи не увидел Что же там такое построено на этом мысе и Докопас И с воздуха к даче тоже не подобраться Над ней официальная бесполетная зона ЮРП-116 Прямо как над атомными электростанциями Или секретными военными объектами В приказе Министерства транспорта указан адрес и телефон Тех, кто отвечает за эту зону Гуглим адрес Либо за бесполетную зону над путинским дворцом Отвечает интернет-магазин Шустрик Ну, либо пограничное управление ФСБ Зачем Шустрик ФСБ устанавливает бесполетную зону над частным дворцом Ответ может быть только один Значит, это дворец того самого человека За безопасность которого отвечает ФСБ Я меня это очень хочу Я уже говорил, что без этого работы не работаю Как же можно это было все построить втайне от всей страны И перечить сейчас любой нормальный человек Подземные хоккейные стадионы Тоннели внутри горы Это же колоссальные работы И не менее колоссальные деньги Которые кто-то должен был заплатить Совершенно верно Мы все выяснили И сейчас вам расскажем Опять переносимся в прошлое Как раз примерно в то место, на котором мы остановились в прошлый раз 2005 год Путин только-только заступил на свой второй срок Там, где сейчас стоит дворец, чистое поле, точнее гора Глава управы делами президента Путинский дружок во временах питерской мэрии Владимир Кожин Подписывает инвестиционный договор Забор со стороны моря Детского спортивно-оздоровительного лагеря Круглогодичного действия Строй согласно договору будут вместе Забор называется Федеральная служба безопасности Управы делами президента и инвестор Компания Лирус Никакого лагеря, конечно же, строить никто не собирался Я постоянно повторяю Путин всегда врет И тогда, в 2005 году, под вывеской лагеря Сразу собирали строить дачу Мы говорим одно А делаем другое Акционерами Лируса были три человека Николай Шамалов, тот самый друг семьи А в будущем сват, с которым Путин в 96 году отдыхал 6 недель в Давосе И еще двое Полковник КГБ в отставке Дмитрий Горелов И предприниматель Сергей Колесников Зачем вдруг эти люди решили строить детский лагерь под Геленджиком Один из них нам об этом рассказал Где-то в 2005-2006 году возникает такая идея Вот хотелось бы построить какой-то небольшой домик на берегу Черного моря Но все-таки президентский срок не может быть вечным И уже близок конец, надо передавать Все-таки как-то на пенсию-то хочется что-то иметь Те вопросы обсуждались с Шамаловым, с Кожиным Это управляющий делами президента Он, так сказать, показывал этот участок Выделял о том, что он подписывался договор о выделении этого участка И этот маленький домик вдруг начинает превращаться в какой-то огромный дворец В 2010 году Сергей Колесников опубликовал открытое письмо В котором призвал президента Медведева положить конец путинской коррупции Колесников, как человек, вовлеченный в проект возведения дворца Рассказал буквально все Где что строят, на чьи деньги, на кого оформлены Все махинации с офшорами, с акциями на предъявителя Вообще все Выложил документы, проводки, договоры Опубликовал аудиозаписи приговоров строителей со спонсорами Это случилось 10 лет назад Облом Владимира Владимировича, конечно Честно говоря, разоблачений такого масштаба и достоверности С того момента, наверное, и не было Суть в следующем То есть он сам себя, можно сказать, сейчас Навальный даже хуй соснул Потому что с тех пор ничего такого не было Так то есть все твои разоблачения хуже получаются, чем то Вместе с Гореловым в начале 90-х учредили фирму Петромет Мэрия Санкт-Петербурга тоже имела долю в этой фирме А интересы города в таких компаниях представлял заместитель мэра Владимир Путин То есть Путин, Колесников и Горелов знали друг друга много-много лет В начале 2000 года Петромет пришел Николай Шамалов С личным предложением от Путина Только что избран президентом и ищущего как бы подзаработать Предложение, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное И особенно смешное, учитывая то, что став президентом Путин публично заявил о том, что он начинает борьбу с олигархами У нас в стране, куда олигархами понимали представители крупного бизнеса Которые без тени, за спиной общества Стараются влиять на принятие политических решений Вот такой группы людей быть не должно Борьба там была не на жизнь, а на смерть Вот сами посмотрите Они договорились, что олигархи, например, Абрамович и Макдашов Будут жертвовать Петромету деньги А Петромет будет тратить их на медицину Модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее Но! Частью договора осталось то, что 35% от пожертвованной суммы Будет уходить на специальный офшор С акциями на предъявителя То есть фамилия нигде не будет указана Но тот, кто бумажку принес, тому фирма и принадлежит Он предлагал этим, так сказать, будет считать олигархам Участвовать в каких-то благотворительных программах Например, очень хорошая программа Поставка медицинского оборудования Было в Шамалову сформулировано условие Что 35% от этих поставок Необходимо, как говорится, сохранить И затем, вот это очень важная вещь Никогда в начале, когда мы принимали решение Не было разговора о дворцах, о каком-то кэше и так далее И эти деньги направить на инвестиционные проекты Для развития в России производства медицинского оборудования Вот 2% акции офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову Нихуя, да-да-да, медицинская оборудование Михаил Иванович, как его в целях конспирации называли Мы как бы деньги заберем Ну мы в смысле, что для России Мы как бы их инвестируем Чтобы, типа, больше денег было Вот, и чтобы в этой стране было хорошо Давайте, пацаны Ну 35%, ну так никому не скажем Спасибо, Дидус Да, кстати, надо посмотреть то, что Дидус донатил тоже Спасибо Участники проекта Откуда взялась эта штука, Михаил Иванович? Что это такое? Для того, чтобы можно было разговаривать в компании И не называть фамилии Потому что это привлекает внимание Вот стоят люди рядом И если произносишь, например, слово Путин Сразу все ушки раз И стали на тебя направленные И начинают ловить каждое слово Путин был Михаил Иванович А кто еще? Тимченко был Тимченко был Конгрена А кто же? Жалопова профессор Преображенский Вообще-то это называется откат Но Путин назвал это Росинвест Без приставки Рос Он, видимо, не умеет делать проекты Изначально предполагал, что Росинвест Станет чем-то вроде личного инвестфонда президента Молодец Патриот Путин Любит свою страну Ничего бы он ее не любил, бля Он будет брать эти откаты От всяких мордашовых и Абрамовичей Но патриотично инвестировать Техвасистские предприятия Находящиеся в упадке А потом записывать это себе в заслуги И зарабатывать политические очки Да, почти забыл Еще они договорились, что на эти деньги построят дворец Инвестиционные проекты действительно какие-то были Но недолго Через некоторое время Шамалов Который был главным связным от Путина И человеком, на которого записали объект в Геленджике Велел свернуть все проекты, кроме дворца И потом нам говорят Надо все свернуть Надо все Ну вот это был кризис 2008 года Нужно все свернуть Все закрыть Потому что на дворец не хватает денег Ну, я сказал, что я не буду строителем дворца Все деньги Росинвеста Должны были быть перенаправлены на геленджикскую стройку века Колесников, в чей план не входило посвятить свою жизнь и бизнес Путинскому дворцу Пишут то самое письмо И рассказывают подробности произошедшего К тому моменту, на еще недостроенный дворец Уже было потрачено несколько сотен миллионов долларов А общая запланированная смета Ни много ни мало Миллиард долларов История, рассказанная Колесниковым Через несколько лет подтвердилась И знаменитым панамским досье И другими Миллиард долларов Вот, например, хорошее сделало Сука, миллиард долларов, блядь Это ж пиздец Сколько у Трампа денег? Помните, был такой национальный проект здоровья Так вот, журналисты отследили Что наше с вами государство Закупал дорогостоящие медицинские оборудования По цене гораздо выше рыночной Разница между ценами Оставался посредников Которые, пропустив деньги через несколько контор В итоге выводили их на счета фирмы Ланфранко Чирило Итальянского архитектора Путинского дворца С формулировкой на строительство А есть хоть кто-то, у кого Сто миллиардов долларов? Интересно Объекты на Черном море То есть, в буквальном смысле Мы платили налоги Чтобы с этих денег лечить тех, кто заболел Они эти деньги взяли И потратили на путинский дворец Спасибо вам большое В интернете вы можете найти Смотрите несколько фотографий Изнутри самого дворца Впечатляющих, конечно И снимающих вопросы По поводу того, кто тут хозяин Кстати, вот деталь, которая лично меня Состояние Трампа оценивается В 4 миллиарда Ну, 3,7 миллиарда долларов Спросило до глубины души Посмотрите на эту фотографию Ворот резиденции Сделанную одним из рабочих Что-то кажется вам смутно знакомым Где-то вы это уже видели Вот где Классическая, знакомая всем Сцена штурма Зимнего дворца Из фильма Сергея Эйзенштейна Собственно говоря, этого орла Вы сейчас можете увидеть Приехав в Санкт-Петербург И подойдя к Эрмитажу И то, что Встань, возьми орла И лети Путин на личной даче Поставил себе на ворота Точную куплю царского орла С короной из Зимнего дворца Правильно Много говорит о том Кем себя возранил этот человек Но ни эта утечка Неподтвержденная десятками документов История Колесникова Не остановили стройку века На Черноморском побережье Путин хочет дворец Путин получит дворец Чтобы погасить скандал И отвлечь внимание общественности Они придумали схему Дворец как бы купил Бизнесмен Александр Пономаренко Это давний партнер Путинских друзей Дзюдоистов Реттенбергов Он занимается с ними Недвижимостью Вместе с ними владеет Аэропортом Шереметьево Пономаренко раздал Несколько интервью И сказал Да, я это все купил себе И буду здесь строить гостиницу И даже подтвердил журналистам Что купил дворец у Шамалова За примерно 350 миллионов долларов И тут же упомянул Что покупку оформил На свой кипрский офшор Мы открываем финансовую отчетность Этого офшора Чтобы проверить Находим нужный 2011 год И видим, что да Покупка была Но дворец купили Не за 350 миллионов долларов А за 350 тысяч долларов Или 10 миллионов рублей По тому курсу Цена двухкомнатной квартиры На окраине Москвы То есть это абсолютно Фиктивная сделка Они даже не удосужились Перегнать реальные деньги Просто назначили Специального богатого человека Который будет считаться Собственником дворца под Геленджиком С того момента Как Пономаренко Заступил на почетную должность Поставного владельца В плане управления дворцом Не изменилось вообще ничего Просто раньше Шамалов Был собственником дворца А теперь стал его управляющим После Шамалова Дворцом начала управлять Какая-то компания Инвестстрой Непосвященному человеку Это должно было указать на то Что никакой связи с Путиным Вообще не осталось Директор некий Балат Закарьянов А собственниками Оформлены какие-то Татьяна Кузнецова И Инна Колпакова Офшор, на которой записан дворец Подоверился Представлял человек по имени Иван Сердитов Кто эти люди? Но мы смотрим на их биографии И все становится предельно ясно Балат Закарьянов Тогда директор Управляющей компании дворца Сейчас указом Путина Назначен начальником Управления общественного А кто сейчас самый богатый В мире миллиардер? Безос, да, по-моему? Сколько у него? О, у Безоса больше 100 миллионов 100 миллиардов долларов То есть он, по-моему, Единственный и первый в мире У кого больше 100 миллиардов долларов Питание, управление Ну если у Путина, конечно Их не 200, бля В пламя президента России Татьяна Кузнецова Это жена Олега Кузнецова Тогда действующего начальника Восковой части 1473 Федеральной службы охраны Которая участвовала В строительстве дворца В качестве заказчика-застройщика Сейчас эта восковая часть Переименована в более понятное Управление эксплуатацией Имущества органов государственной охраны Инна Колпакова Это жена Александра Колпакова В то время начальника управления В службы безопасности Президент России Задачей этого подразделения Входит строительство И управление резиденциями Главы государства А сейчас Александр Колпаков Управляющий делами Президент РФ Владимир Владимирович Путина Иван Сердитов Это молодой юрист Который в то время Работал в фирме Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Хм, Егоров Узнаете? Это тот самый Николай Егоров Однокурсник Путина Который потом устроил его В мэрию к Собчаку Сейчас Сердитов Глава правового управления Управления делами президента Ну и небольшой бонус Чтобы вы поняли Как выгодно охранять путинские секреты Вот тут На набережной Геленджика В 15-м году были построены Четыре тысячаметровых дома Рядышком Один получила управляющая Татьяна Кузнецова Второй Тесть Колпакова Третий Архитектор дворца Ланфранко Черила Ну и четвертый Самый большой Принвежит сыну Балата Закаянов Так что сколько бы нам не рассказывали Что этот объект Принвежит некому бизнесмену Это наглая ложь Не бывает над домами бизнесменов Бесполетных зон Не строят их сотрудники ФСО И не охраняют сотрудники ФСБ Перед домами бизнесменов Не закрывает море А даже для рыбасских лодок Ни у кого Не может быть ни малейших сомнений В том Что это дворец Путина Перейдем к интерьерам Это конечно не просто здание Это Да ни у кого и нет сомнений Я думаю Символ 20 лет правления Путина И то как он выглядит Короче ему надо другое объяснять Типа не почему Ну не доказывать что это дворец Понятно что это дворец Таким мудилом вот как я Я сейчас как бы можно сказать Отыгрываю роль вот этого вот чувака Вот попробуй меня переубедить В том что То есть чем это Мне чем это плохо В чем он мне в штаны насрал Что Что надо сделать Что предлагает Что открывают И то кто за него платит И даже то что его строят уже 15 лет Какие такие ваши предложения Что вы такие Что вы хотите сказать Какой мой профит Какая моя выгода Это все никак не могут закончить Вот представьте У вас есть Типа чем Не можно будет в этом дворце потусить Если Навальный будет президентом Или что Ключное количество денег Вся власть и любые ресурсы Как вы это используете Мы знаем много разных примеров Самые богатые люди мира Часто тратят свое состояние на благотворительность Или строят университет Ну да 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 Баффет Гейтс дохуя тратит Да Больницу Которую назовут их именем Какую же свою мечту Реализует Путин Вот ради чего он все это устроил 20 лет у власти Репрессивные законы Обворованный нищий народ Полное уничтожение политики Переписанная конституция Посаженные люди Сейчас мы увидим ответ Ради дворца Такое типа Так дети в Африке Нет Это значит образование Там Гранты и прочая хуйня Не то Дворец Ради диванов и кушеток В стиле Людовика 14 Ради мозаик Фресок Витражей Собственного театра И даже аквадискотеки Я обещал вам Что мы попадем в гости К Владимиру Путину И мы попадем Несмотря на то Что нас туда никто не приглашал Поможет нам Один из важных подрядчиков Работавших на обустройстве дворца Он сам был настолько ошеломлен И взбешен Роскошеством убранства И безумными ценами на мебель Что прислал нам Детальный архитектурный план Этого объекта Запишен Здесь есть все Совок какой-нибудь Блядь бомбанул там Узоров на полу До артикулов Всех предметов мебели И расстановки розеток То есть мы с вами В буквальном смысле Увидим На каких конкретно диванах Сидит Владимир Путин На каких кроватях лежит И за какими столами ест Посмотрите Вот здесь есть цокольный этаж Здесь огромный бассейн Спазона Массажная кабинет Косметологическая кабинет Какая-то спа-капсула Сауны, хамамы, купели И чаши для купания Сауна, хамам, купель И чаша для купания Ебать Просто все есть Нахуй Опа Блядь Комар Говно Тварь такая Так, ну что? Из бассейна можно попасть на улицу Вместо которой обозначено на плане Я надеюсь у него там есть Какие-нибудь антикомарные Такие типа эти Куевины Там комаров ФСБшники отстреливают Мне кажется Я честно говоря не знал Что такое существует Вот это место на плане А вот его фотография Что-то типа фонтана В котором можно сидеть И заказывать напитки И поверьте Это еще не самый большой сюрприз Который ожидает нас на даче Путина Здесь десятки пособных помещений Без которых не обойтись Когда ты живешь жизнью Настоящего монарха Комната для персонала Врачей, управляющих Поваров Гардеробные для официантов Мясорыбный цех Овощной цех Цех в выпечке Цех, блядь У него не просто кухня У него цехи Блядь Для каждого блюда Цех обработки яиц И вот это хорошо Цех обработки яиц Сука Склад грязи 18 квадратных метров Очевидно Что для комфортной жизни Президенту Путина Нужно много грязи Ну и из более традиционного Здесь есть коктейль-холл Из которого можно попасть Либо в домашний кинотеатр Либо в дегустационную комнату То есть У Путина Это настолько грязные деньги Что для грязи Есть отдельный склад Да череповецкий комар А вот на первом этаже Тренажерный зал С татами Рядом куча интересных помещений Типа читальной Или музыкальной гостиной А вы думаете зря Что ли Путин выучился Играть на фортепиано Нет, он планирует После тяжелого президентского дня У него пианино стоит Он такой Тушист народе Прийти в музыкальную гостиную И что-нибудь сыграть для души Совершенно справедливо Сейчас вот возразите Ты сам выдумал это все Нарисовал планы И показываешь нам А Путин на следующей пресс-конференции Заявит как обычно Легализация Это никакое расследование Это легализация материалов американских спецслужб. А, это все пиндосы, да, короче. Я должен все верифицировать и доказать вам подлинность этих документов. Я уже говорил, что в 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Когда нам прислали эти планы, мы сами взяли... Бля, мне кажется, понимаете, ребят, если Путин скажет «Да, я спиздил у вас все деньги, и, в общем, вместо мертвых, ну, короче, вместо того, чтобы спасать умирающих бабушек, я себе построил дворец. Че вы мне, блядь, сделаете?» Мне кажется, он даже так выйдет, скажет «Ему нихуя вообще не будет». Это поменяет ничто, ничего вообще не поменяет, блядь. Типа... Блядь. А, ну да, мы знали. Хорошо. Давайте поищем что-то внутри. Вот фотография явно из столовой. Здесь хорошо видно столы, стулья и серванты с вензелями. «Мы без труда находим это помещение на плане. Это малый обеденный зал. Вглядываемся в указанную плану на звание мебели. Тут написано...» Это всем похуй, все знают. «Это как и все...» То есть интересно посмотреть, насколько они охуели, но... «Стальные поставщики мебели во дворец супер...» Типа, мало того, чтобы все знали, насколько роскошно они живут. То есть нужно именно как-то... Че-то другое. Для того, чтобы заставить людей прям именно... Дико жопами сгореть. Че-то... Ну, это не сработает. «Подающий штучные товары строго под заказ. На гугле такой гарнитур невозможно, поэтому мы написали письмо на фабрику 4 и просто попросили прислать нам каталог. И вуаля, комплект мебели в каталоге выглядит так. Стол, стулья, буфет. Все то же самое, что и на фотографии. И давайте еще раз, чтобы быть совсем уверенным. Вот, например, фото рабочего рядом с тумбочкой. Видео на полу. Ищем такой же на наших планах и находим его в спальне. Смотрим, что это за комод. Вот фирма Позоли и арт-типл мебели. Заказываем каталог у этой фабрики. Опять же, суперэксклюзивный. У них даже на собственном сайте нет этой мебели. И снова успех. Указанный в планах комод точно совпадает с комодом на фото. Позоли. С этой итальянской мебелью вообще была смешная штука. А, итальянцев опять. От жичара такое. Нехорошо. Вот осуждаем Владимира Владимировича. Надо на наших. Это у нас. Ну, чтобы наши делали. Че, наши не смогут повторить это ваше Позоли? И представители фабрики в какой-то момент сильно удивились. Че это они с итальянцами? У них точно такой же набор для строительства дворца на Черном море. Мы сказали, что это да. Это мы заказывали. А вот другая итальянская семейная мебельная фабрика в Путинском дворце тоже очень много всего от них. Они вообще на свой сайт выложили фотографии дворца Путина изнутри и видеоролик, где написано, что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров. А потом, видимо, этих клиентов и показывают. Эти фабрики реально делают суперэксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве, что они десятилетиями помнят всех своих покупателей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. В общем, удостоверившись, что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны, мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры. Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Но где нет фото, могут отличаться незначительные детали, вроде цветовой гаммы или рисунка. То есть даже этот сайт итальянский у нас самая охуенная, типа. И показывают Путина. То есть, да ничего даже не спрятано, блядь, никто не... Просто разозлить этим, ну типа... Ну не получается, я не... Блин, ребят, мне... Вот извините, пожалуйста. Мне слишком хорошо живется, наверное, при Путине. Я не могу раз... Вот я пытаюсь как бы... Ну да, блядь. Ну а... Не могу разозлиться никак. Не могу... Вот не могу такое вот... Я хочу, чтобы у меня загорелось вот это в душе, типа. Ах, он мразь! Ах, он гнида! Вот чтобы я его прям возненавидел, типа. Какая он гадина, как он там... Но нет такого. То есть, мне надо, чтобы мне показали, чем он настолько вот гнида, мразь, там, не знаю, просто вот, блядь, тварь, предатель, там, и что-нибудь еще. Вот как... Ну, не знаю. Классическая палацца. Не создается это ощущение. Не создается это ощущение. Как будто мы не погибли. Мне кажется, даже сам Путин смотрит такой. Да, да, это все я сделал. Да, охуенно. А в Болонье или Флоренции. Из двора идем в читальню. Так называется эта комната. Здесь мы убедимся, насколько наша реконструкция похожа на оригинал. Фотографии этой комнаты доступны в интернете, и мы сверяем. Вот смотрите. Куда поехал, да? Ну, вообще, у русских почему-то такое есть, что, ну, это прямо у нас как принято. У нас снаружи всегда очень хуево, а внутри нередко оказывается гораздо лучше. Путина полноценный театр. Зрительный зал двухэтажный. Три зрительские ложи внизу закрываются бархатными портьерами. Сомочек в голове. На втором этаже балконы с диванами. Здесь проявляется верность Владимира Путина традициям. Помните, в Царской России помещики строили себе крепостные театры. Так вот, и у нашего президента есть такой. О его тяге к костюмированным вечеринкам и переодеваниям рассказала певица Ветлицкая еще в 2011 году. Вместе с другими артистами ее пригласили на закрытое выступление в резиденцию Путина на Валдайе. И какого же было ее удивление, когда выступать пришлось перед Путиным и пятью его гостями, одетыми во фраки и костюмы екатерининских времен. Просчитывали тогда с поступающими званиями народных артистов, дорогими часами, бриллиантами и самым ценным иконой с личным автографом президента. А что написал на иконе Путина? С уважением, Лилия Путина. Пока простые россияне устраиваются поудобнее, чтобы насладиться припитал шоу «Поле чудес», в театре Черноморского дворца гаснет свет, открывается занавес, национальный лидер придается более изысканным удовольствиям. К вопросу об изысканных удовольствиях, знаете, чем увлекается наш... Заказывает кого? Наших артистов. Президент, никогда не поверьте, но он обожает кальян. Идем туда, что на плане дома обозначено как «Кальянная». «Кальян! О-о-о-о! 1-0-2-17, блядь, это надо Лёхе из Бау кинуть или кому-нибудь с убыслом, всё. Знаете, чем увлекается наш президент? Никогда не поверьте, но он обожает кальян. А-а-а! И сейчас прям весь Кавказ, весь Дагестан, все... Заебись! Путин красава! Всё, сразу врубаем бас-бустом. Сумма. Чисто Путин сидит, чилидет под кальянный рэп. Сделайте мемы, как Путин, Калик какой-нибудь, короче, дуэль. Идем туда, что на плане дома обозначено как «Кальянная». И правда, выглядит это как лучшая самая дорогая кальянная города Махачкалы. Диванчики, столики, приглушенный свет. Идеально. Лежа среди мягких подушек, президентов и гостя могут усладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть для новогодней елки, может быть для гигантской шаурмы, а может быть для выступления поддержки. Шлюши. Для кого? Для гигантской шаурмы, а может быть для выступления поддержки. Если так называемая кальянная вас удивила, то дальше вам понравится еще больше. Сергей Колесников в своем тисьме Медведева рассказал, что внутри дворца есть казино. Но тогда на эти слова никто не обратил внимания, потому что невозможно было себе представить, чтобы президент России в своем личном доме построил казино. Наверное, преувеличил или приукрасил, но нет. Огромное личное казино действительно существует. проекте было предусмотрено казино но это казино не извините меня не для приглашения людей с улицы для проведения времени мы с вами заходим в личное казино остальные они запрещены но здесь то можно все два каточных столах и конечно журлетка любопытно только на что они играют просто на деньги им точно не тебя это же написано он видно что это нарисованное все то есть рисуночки скорее всего на госкомпании так что теперь не удивляйтесь что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям он невероятно просто проиграл из казино через билья 1 выпадает в игровой зал первое что нас впечатляет оказывается наш президент не чушь и простых развлечений он любит потанцевать здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном остальная часть комнаты запомнили черноморский лас-вегас это помещение называется залом развлекательных игр где однорукие бандиты стоят рядом с влаченными креслами по 700 тысяч рублей за штучку а вот тут наверное самая любимая комната президента россии то место где путин всех переигрывает но тут нет ни глобусов ни карт военных действий зато есть игрушечные и гоночные машинки для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с 1 пунктную квартиру здесь по специальном треке главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки обгонять соперников на повороте и неизменно становится победителем большой гонки немного смещаясь мы все-таки отправляемся на второй этаж святая святых спальню верховного гладнокомандра владимировича путина впрочем слово покое было бы более уместно здесь все по лучшим аристократическим правилам не как у вас открыл дверь и видишь кровать сначала первая гостиная диваны кресла здесь отдыхают перед отдыхом видимо только отсюда можно попасть в будуар шальная императрица ну или в нашем случае шальной император это именно те слова которые приходят в голову когда видишь это золото бахат балдахина но при этом обязательный телевизор напротив чтобы не пропустить важные новости на первом канале именно тут в путинской спальне около этого комода была сделана вот эта фотография не одним и такие неделикатные из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну уже совсем приватную гостину даже сечен не бывал и еще одна дверь за ней гардероб и уже через него можно попасть в ванную комнату где вокруг джахузи стоят мраморные колонны не знаю сколько вам вода таки ровно на ноги лежит на 20 хозяйскую спальню отвели 260 и вроде настал момент когда пора сказать мы показали вам дворец путина его спальню казино аквы дискотеку игрушечной машинке подписывайтесь на наш канал и распространяйте но штука в том что на самом деле его владение на черном море не ограничивается лишь этим дворцовым комплексом путинский дворец это гораздо больше чем то что мы видели и представляем себя ну прикольно прикольно еще дальше что вот тут в поселке дивноморская находится сто восемьдесят шесть лет на земле только тридцать два которые используются к винограднику поступило 25 рублей благодарим за работу кремлевод номер двести двадцать одна тысяча восемьсот девяносто девять служу россии но какие красивые я хочу себе номер два два восемь один четыре восемь восемь если можно пожалуйста вот или как у меня идите в контакте можно сделать мне два два три час 223 00 а 223 800 69 223 800 69 я все никак не запомню у меня очень простой айди в вк но я его никак не запомнил два два три 869 собственно чини помню О, летим, летим. Сука, нет никак. Бля, у Путина, наверное, есть бродобрей специальный. Что, блядь, вот этой хуйней заниматься, это пиздец? Да, это премия, обычно 15 должны. Это, как мы уже убедились на примере Путинского дворца, обычная практика. Позволяет изолировать обслуживающий персонал винодельни от персонала дачи и уберечь секретные объекты от посторонних взглядов. Пролетаем над виноградниками и понимаем, что да, есть что прятать. Огромная дача или шато, как оно называется по документам. У здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок. Площадь 2400 квадратных метров. Рядом с ПА-комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой грандой. Тут же искусственный пруд, на пруду небольшие домики для птиц. Зачем Путину еще одна дача в 10 километрах от огромного дворца? Это он, когда ему надоело на дачу, он едет на дачу. У меня должна быть дача для моей дачи. Вот так, сидишь с бокалом красного вина и любуешься видами на море в закате солнца. Видимо, в соседней Просковеевке, где скале специально вырубили дегустационную комнату, закаты какие-то другие. Вместе с дворцом эти виноградники в 2011 году продали Пономаренко, но дальше нас ждет интересный поворот. Всего через 4 месяца уже сам Пономаренко тоже продал. У обычных людей есть дом и дача, а у него есть дача для дачи. И не кому-нибудь, а председателю партии Роста, бизнес-омбудсмену Борису Титову, который в следующие 6 лет формально владел этими виноградниками, запустил производство вина, после чего в 2018 году вернул шато и виноградники обратно путинским друзьям. Интересно, что все то время, пока Титов был собственником, подошел журналистов своим вином и, в общем, активно делал вид, что это его новый проект надолго, юридически это хозяйство продолжало контролироваться известными нам управляющими компаниями. Другой сватой Путина Николая Шамалова, Татьяной Кузнецовой, Инной Колпаковой и Иваном Сердитовым. Не, на самом деле вопрос, а куда столько вина? То есть там огромные виноградники, а нахуя так много? А что Титов? А что Титов? Титов тоже получил для себя кое-какую выгоду от участия в этой операции прикрытия. Всего через год после того, как его Абрау Дюрсо стал владельцем лазурной ягоды, Владимир Худпача! Своим указом назначил Бориса Титова бизнес-омбудсменом. Даже этот должен специально для него придумали, чтобы защищал бизнес путинский. Чтобы тебе понятно, что бизнес-то любят поплатить иногда, но тем не менее, конечно... Чтобы рассказать нашу историю дальше, нам нужно внимательно изучить эту бутылку вина. Она разлита на этой самой винодельне. На этикетке написано Как называется «Усадьба Девноморская»? Это, походу, какое-то суперохуенное. То есть это путинское вино, ребят. Надо купить. А вот изготовитель. Но почему-то не ООО «Лазурная ягода», а другая фирма ООО «Девноморье». И тут мы обнаруживаем еще одну путинскую сделку на много-много миллиардов рублей. Вино, на самом деле, выпускает... И оно сейчас будет в цене, взлетит, везде будет, блин, просто... Не «Лазурная ягода», а именно эта фирма — «Девноморье». Она арендует у ягоды производственное здание. 2000-метровый склад. И выращивает виноград и продает его под маркой «Усадьба Девноморская». Поздравляем. Бизнес небольшой, около 150 тысяч бутылок в год. Для сравнения. Абрау Дюрсова пускай... Что там, Рикардо Милос? ...продает его под маркой «Усадьба Девноморская». Бизнес небольшой, около 150 тысяч бутылок в год. Рикардо Коттарелла, Матео Колетти. Блядь, вдруг... А вы спрашиваете, почему вечерний урган был посвящен Италии? Да потому что... Вот дружба России с Италией, блядь. Вот она в чем проявляется. Рикардо Коттарелла, Матео Колетти. Для сравнения. Абрау Дюрсова пускает 39 миллионов в год. Но, несмотря на это, в 2018 году... Вот вам и ЧАО 2020. Кто-то выдал Девноморию беспроцентный кредит. 7,5 миллиардов рублей. На клошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика. Этим благодетелем, по согласительству и единственным владельцем Ауди Девномория, был 42-летний Владимир Колвин. Ничего примечательного для этого человека нет. Работает наемным директором Геленджикского морского порта. Человек, конечно, не бедный, но ольгархом не выглядит. Вот его 330-ти метровый дом в Геленджике, в километре от моря. Он куплен год назад, в декабре 19-го... Аноним, спасибо. Еще приколь, что Навальный сначала был националистом против всяких геев, в том числе. А сейчас подлизывает ЛГБ, ТЭФИМКОМ и подобным либералам. Да, Аноним, спасибо большое за донат. Я помню его старые видосы, типа что там бла-бла-бла, какая-то прививка. То есть, по-моему, там все было не совсем так. Давайте ради интереса. Навальный против геев. Разрешил бы он гей-браки в России. Нет, там что-то именно старое. Геи Амстердама поддержали Навального. Я помню старые видосы такие, типа... То есть, он там был против мигрантов, во-первых. То есть, националист, да. Но националист, это не значит, что ты против других национальностей. То есть, он вроде как против мигрантов был. А вот против геев я вообще хотел бы найти. Потому что я что-то помню, но, по-моему, там тоже что-то было не так. Типа, что геи не должны там как-то это самое. Короче, надо найти, как было. Потому что, чтобы не по бездежу было все. Согласитесь, это не дворец миллиардера. А вот его 200-метровый дом в Ленинградской области. Еще скромнее. Ну, надеюсь, пусирает. Он подлизывает не потому, что она там ЛГБТ-фемка и подобные либералы. А потому что она как бы Путина залупила. Откуда у него может быть 7,5 миллиардов? Достались от папы. Владимир Колбин – это сын Петра Колбина, того самого друга Детства Путина, с которым они вместе ходили на деревенскую дискотеку, и который позже стал одним из кошельков президента. В 2018 году Колбин-старший умер, но очевидно, что его должность, держателя путинских денег, досталась по наследству его сыну. И еще одна интересная деталь. Усадьба Девноморская, виной за это абсолютно неизвестное небольшое винодельное, при полном отсутствии какой-то серьезной рекламы, обладает совершенно особенным статусом. Я думаю, вряд ли кто-то из вас его пробовал или даже видел. Это от того, что вы, дорогие зрители, не ходите на приемы в Кремль. Мы нашли несколько фотографий меню с последних кремлянских приемов. День Победы, 2019 год. Подают салат из камчатского карамана. То есть мне такое нельзя. Гребешок и шардоне из усадьбы Девноморская. Или День народного единства. Смотрим меню. Тот же самый набор. Лично Путин угощает этим вином своих друзей, товарищей из Китая си Цзиньциня, и под этот же шардоне обсуждает... Это бомжам нельзя, вроде меня. Это... Понятно. Дают углубленную интеграцию с Лукашенко. Вначале виноделие было для Путина просто статусной вещью. Такое вот шикарное хобби. Но желание окружающих выслужиться, и неограниченное количество денег привели к неизбежному. Хобби вышло из-под контроля. Были заложены вторые виноградники, которые оказались еще больше и еще дороже тех, которые мы с вами только что наблюдали. И в их центре мы обнаружили целый винный суперзавод. Новые виноградники расположены в противоположной дворце стране, в 9 километрах в селе Креница. В 19 веке сюда поехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовала здесь общину. В 1886 году они заложили первые виноградники. 130 лет спустя на смену толстовцам приходит вот этот господин из Петербурга. Николай Егоров, который сидел с Путиным за одной партой в институте. Его фирма Аксис Инвестиции в 15 году арендовала 140 гитров земли вот тут. А теперь посмотрите на эти неприятные снимки. Кто этот избитый до полусмерти человек? Может быть, главарь террористической ячейки, которого задержали где-то в лесах? Опасный бандит? Нет, это известный краснодарский эколог Андрей Рудамаха. Фотография сделана после его избиения неизвестными людьми. Рудамахи сломали череп, нос, у него химический ожоги глаз и куча других травм. Это произошло сразу после того, когда он с коллегами ездил с экологической инспекцией в Креницу. Экологи поехали туда, чтобы выяснить, кто же там незаконно вырубает лес. И обнаружили там гигантскую стройку, заборы, шесть постов охраны и церковь в византийском стиле. После нападения на Рудамаху журналисты новой газеты обнаружили, что вот эту необычную церковь импортировали из Греции. Я даже повторю на запись, что Хоббит Отшельник, заебись, он крутой чувак. Он послал нахуй систему, всех наебал, всех просто сделал себе дом в лесу, все просто умудрился устроить, перехитрить и... Вообще просто ебать крут, чувак. Он пизданутый, но крутой. ...у них технически заказчик всего проекта. То есть человек, который от имени владельца недвижимости заведует строительством. Как заведенная шарманка, я могу только в третий раз повторить, эти виноградники на самом деле часть владения Путина. Дворец записали на одного человека, виноградники в Динаморске на второго, вот эти на третьего. Управляют всем одни и те же люди. Давайте лучше посмотрим с воздуха, что скрывается за высокими заборами, и что за очередная стройка века разворачивается прямо сейчас. Мы от Черного моря летим к очередным виноградникам Владимира Владимировича Путина в селе Креница. Три поля прибами — это лишь небольшая их часть, всего 18 гектаров. Правее находится в два раза больше. Вся земля вокруг виноградников тоже путинская, 140 гектаров. Вон там впереди видим огромную стройку и летим посмотреть. Сотни рабочих здесь строят суперсовременный огромный винный завод. Часть строителей живет вот в этих сборных конструкциях, часть ежедневно привозят на автобусах. На проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей. Невероятно дорогое хобби, но главное — за чужой счет. Летим дальше. Здание справа — это одно из двух КПП. Его площадь — 830 квадратных метров. Огромные ворота позвонят гонять через это здание любые грузовики. Чуть правее — административно-бытовой корпус. Разворачиваемся и видим 1200-метровое здание энергоцентра. Именно из этого здания вся винодельная будет обеспечиваться электричеством и теплоэнергией. И мы оказываемся ровно над гаражом для сельскохозяйственной техники. 1150 метров. Чуть разворачиваемся над совсем уже облагороженной территорией и видим сам винный завод. Но документом его площадь — 13700 квадратных метров. Это всего на 4000 метров меньше путинского дворца. Новый винный комплекс, хоть он еще и не достоин, уже имеет официальное название — Винодельческое подворье «Старый Прованс». Сука, это у меня, походу. Микрофон, блядь, ловит, типа, пердеж моих наушников. Это чуть-чуть бесит. Впечатляет, правда? Но я сейчас вас впечатлю еще больше. Мы нашли фирму, которая занимается поставками оборудования для этой винодельни. В своих таможенных декларациях они указывают, что предметы, которые они возят из-за границы, предназначены для винного завода принято. Чего мы нашли 58 деклараций. Это капля в море закупок при строительстве завода, но и они поражают до глубины души. Ваза из закаленного стекла конусообразной формы. 30 тысяч евро, или 2,6 миллиона рублей. Подвесная люстра с системой из декоративных листьев. 2,7 миллиона. Тканевый диван с 20 подушками. 3 с лишним миллиона рублей. Кофейный столик с отделкой расплавленным металлом. 4,3 миллиона рублей. Кофейный столик по цене двушки в Балашихе. Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. И еще несколько особенных предметов, не таких дорогих, но отлично показывающих мир, в котором живет Путин. Это итальянский туалетный ёршик за 700 евро, или 62 тысячи рублей, и держатель для туалетной бумаги за 1038 евро, или 92 тысячи рублей. 150 тысяч на ёршик и держатель для туалетной бумаги только в один санузел, а там их, понятное дело, десятки. И ведь это не жилой дом, не дача, это завод. Путин не будет тут жить. Он будет иногда заглядывать, ходить между виноградниками, хвалить терруар и приговаривать, какая благодать. Ну и на случай чего в туалете его будет ждать ёршик и держатель для бумаги за 150 тысяч рублей. Годовая пенсия среднего российского пенсионера в одной путинской уборной, в которую он, возможно, никогда не зайдёт. Мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей. Но на этом винное хозяйство не ограничивается. У компании Аксис Инвестиция есть близнец, Апекс Юг, и у неё мы обнаруживаем ещё 150 гектаров в винограниках в двух километрах к западному Дивноморскому. Таким образом, общая площадь путинского хода разрослась до 530 гектар. И ещё, пока мы не уехали. Вот этот участок, который мы видели на нашем пролёте, находится в аренде у компании под названием Южная Цитадель. И это тоже часть путинской Черноморской империи. Оборонная. Эта фирма занимается разведением устриц и мидий. Зачем они арендуют этот небольшой участок в Криннице с хозпостройками, мы не понимаем. Зато понимаем, зачем они арендуют вот этот огромный морской участок. И этот, и этот. Акватория передавалась компании под обязательство разводить там устриц и мидий. Но ни одного моллюска, судя по их годовому отчёту, так в продажу и не поступило. Зато под предлогом хозяйства можно запрещать людям подходить к дворцу по воде. И только за упоминание олигарх Михаил Прохоров в своё время разогнал руководство принадлежащего ему издания РБК. Итак, мы с вами увидели огромную взятку, которую дали Путину. Теперь осталось совсем немного. Разобраться, кто же её заплатил и как наш пожизненный президент оформляет свои тайные активы. У нас есть тысячи банковских проводок, договоры, доверенности, регистрационные документы и рассказы тех, кто на этой стройке работал. Этого нам более чем достаточно, чтобы а. доказать, что этот дворец и виноградники это единая юридическая финансовая система. Со всём платят одни и те же люди. И б. продемонстрировать, как работает путинский общак. Люди скидываются, деньги идут в специальные фирмы, перемешиваются, а потом тратятся на развлечения национального лидера. Мы с вами увидим как. Начнём с того, кому это принадлежит. Точнее, на кого записано. Надо отдать должное. Учитывая то, что в народе это место никак иначе как дворец Путина не называет, уровень конспирации впечатляющий. Вот виноградники в Девноморском, вот виноградники в Кренице, вот ещё одни виноградники недалеко от Девноморска, устрицы и вот дворец. Все они оформлены на специально созданные акционерные общества, в которые закачиваются деньги. Эти акционерные общества прячут своих владельцев, и все пять формально не связанных между собой компаний выбрали одного и того же реестродержателя. ЦУР – Центр управления и регистрации в Санкт-Петербурге. Эта фирма – специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина, Ковальчуком. Там в одном месте хранится информация о реальных акционерах всех наших геледжистских компаний, ну и вообще всех других известных активов Ковальчуков, Банк России, Национальной медиагруппы и так далее. Этот Ковальчуковский регистратор создан специально для того, чтобы нельзя было точно сказать, что кому принадлежит. Поэтому доказывать приходится другими способами. По бухгалтерской отчётности, по годовым отчётам, по доверенности, ну и так далее. Разворачиваем нашу схему. В винограднике мы уже установили, что ООД Девноморье принадлежит Колбину. Лазурная ягода, которая владеет виноградниками и Шато, принадлежит некоммерческому партнёрству в развитии аграрных инициатив. Это специальный фонд, принадлежащий тому же Колбину и нашему старому знакомому, Геннадию Тимченко. Точнее, не нашему, а путинскому старому знакомому из 90-х. Аксис и Апекс, вместе с их туалетными ёршиками, однокурсник Путин Егоров в 2019 году продал им же. За 300 гектаров земли, почти полностью построенный суперзавод и разбитые виноградники, аграрные инициативы заплатили прошлому владельцу Егорову всего лишь 60 миллионов рублей. Здесь надо ненадолго остановиться и объяснить, в чём смысл схемы с некоммерческими партнёрствами. Я надеюсь, вы все помните наш фильм «Он вам не Димон» про Медведева. Вот у него тоже все его секретные дачки были оформлены на некоммерческие фонды. Путин пользуется такой же схемой, только сумма у него сильно больше. Смысл в том, что в такие фонды проще всего переводить деньги. Они же некоммерческие, значит, налоги платить не нужно. То есть, фактически, это кошелёк, а скорее сундук для сбора средств, и они даже не притворяются, что ведут какую-то деятельность. Вот давайте посмотрим. Вот ежегодная отчётность, которую НКО обязаны подавать в Минюст. Это отчёт Колбинско-Тимченковского развития аграрных инициатив. Как видите, если судить по этим цифрам, то аграрные инициативы у них так себе. Точнее, их нет. Но вот если открыть ежегодную бухгалтерскую отчётность, картина совершенно другая. Десятки миллиардов рублей на счётах. И, как видим, они поступают в виде пожертвований и переуступок. Фонду жертвуют не только деньги, но и акции компании. Переуступает право требований по договорам займа. На счётах фонда скопилось столько денег, что только проценты по вкладам приносят им 650 миллионов рублей в год. Только проценты. У Тимченко и Колбина есть ещё один такой же фонд, финансирующий эти же самые проекты. Фонд развития рынка и тимус инвестиций. Там та же самая история. На счетах никому неизвестной конторы с одним штатным сотрудником 21 миллиард рублей. У нас остались Устрицы и дворец. По официальной версии и там, и там владелец Пономаренко. В последний раз дворец переоформляли в 2017 году. Тогда офшор Саваян сменился на российское акционерное общество Бином. Старого владельца офшор по доверенности представляет некая Наталья Тихомирова. И нового владельца представляет Наталья Тихомирова. Она же директор Бинома. И директор Устрично-оборонной Южной Цитадели тоже она. Удивительно. Вот как будто сами себе продают. С акционерным обществом Бином вообще много всего удивительного. Вот как вы себе представляете фирму, которая владеет самым дорогим жилым домом в мире? Фирму, которая, да, незаконно, да, жульнически, но всё-таки владеет президентским дворцом. Готов спорить, что не так. Мы в Петербурге, в обычном спальном районе, где-то недалеко от окраины города. Именно здесь, в очень скромном бизнес-центре, и арендует помещение компания Бином. Она находится прямо вот тут. Именно здесь, за этим окном, крутятся десятки миллиардов рублей. Здесь компания арендует помещение меньше 10 квадратных метров. Этого мало даже для одного сотрудника. Если настоящие владельцы от нас прячут, то мы можем хотя бы посмотреть, кто представляет его интересы на собраниях акционеров. Ну, то есть, главного человека в Биноме, за подписью которого принимаются все решения. Это некий Александр Самосюк. Ещё мы можем изучить доверенности, то есть понять, какие юристы работают на Бином, и кто может подписывать документы. Получаем ещё несколько фамилий. Итого мы составили список из пяти человек, управляющих фирмой Бином. Да, давай глянем. Так, дальше. ...настолько, что его буквально по знакомству устраивали на любую работу. В 2002 году Шеломова попросили пристроить в государственную судоходную компанию Совкомфлот. Давайте послушаем человека, который непосредственно брал его на работу. Ну, а вы можете рассказать, вы были главой Совкомфлота. Да, я был с 2004. А? 2004. И Шеломов работал в Совкомфлоте. То есть, вы его видели своими глазами? Да, в общем-то, я его принимал на работу. Где-то, по-моему, на рубеже 2001 и 2002 год. Я уже точно не помню. Ну, вот, хорошо, расскажите, поскольку это такой удивительный совершенно человек. Просто как он вообще у вас оказался? Каждый член сайта директоров так или иначе хлопотал за кого-то. Вот. В том числе был Игорь Иванович Сечин. Но он не был у нас с этим директором, но я с ним встречался. И как-то он меня попросил трудоустроить человека в Петербурге. Вот. Я спросил, береговой он или пла-состав, чтобы куда его направить. Он сказал, ну, разберешься сам, отдал мне папочку с его данными. Вот. Эту папочку я, в общем-то, посмотрел, пробежал. Ну, думаю, ладно, передам это директору нашего представительства в Петербурге. Пусть он с ним встретится, поговорит, посмотрит, кто это такой. Потому что я откажется, потому что не его просят. Ну, вот. Он встретился с ним, поговорил. Вот. И где-то я получил, уточняю, через звонок от Сечина, как-то достроил или нет. И мы еще строили суда на админалтейских верфях танкера. То его использовали по его же как бы профессиональным навыкам, в самом фото-деле. И что просто прокатировал суда? Не суда, а процесс строительства. Плюс какой-то такой работы в офисе на подхвате, в общем-то, он занимался. Потом я уже сам думаю, надо мне поинтересоваться у Михаила, чего вдруг такой интересный его писали. И одновременно с этим, в самом начале 2000-х годов, еще во время первого путинского срока, очень скромно живущий Шеломов начал сказочно богатеть. На ту самую фирму Акцепт записали доли в карманном банке Путина, Банке России и крупнейшей российской страховой компании Сагас. Это даже тогда сотни миллионов долларов. Шеломов должен был считаться одним из богатейших людей страны. Но все это время он продолжал работать обычным наемным сотрудником в Сомфкомфлоте. Ходил в офис, жил в скромном таунхаусе на крайне Петербурга. И он до сих пор там живет, ведь его богатство ему не принадлежит. На него просто записано то, что Путин украл или получил в виде взятых. Помните, перед Новым годом была новость? Тюргизский мальчик написал письмо Путину, как Деду Морозу, и попросил себе в подарок акции Газпрома. Путин заметил это письмо, из него сделали целый инфоповод, умилительно посмеялись, а мальчику подарили, к сожалению, не акции, а тульский пряник и портрет президента Путина. Новогодний подарок Рустаму от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А мог бы вообще-то в принципе и акцию другую подарить. Благо в семье у Путина этих акций в избытке. Мы обнаружили, что племянник Путина Шеломов через все ту же фирму Акцепт является собственником 39 миллионов акций Газпрома. Это примерно 0,2% от всей госкорпорации. И рыночная стоимость этих акций превышает 8 миллиардов рублей. И только на этом Шеломов зарабатывает более полумиллиарда рублей в год. Например, в 2018 он получил от национального достояния 650 миллионов. И тульский пряник, я надеюсь. Изучив 15 лет истории этого объекта, мы понимаем, что на кого записан дворец не имеет никакого значения. Кого только не было среди собственников. Важно, кто этим дворцом управляет. Если раньше, до 17-го года, это были связанные с ФСО и управделами президента люди, то сейчас дворцом управляет фирма двоюрного брата Путина. Близкого кровного родственника, на которого годами записываются самые секретные путинские активы. Мы добрались с вами до самой интересной части. А чьи гуляем? Помните с чем? Короче, по сути, это он вам не Вован. Что мы начали? Главное правило путинской коррупции — хранить деньги у тех... Давайте наконец-то узнаем, на чьи гуляем. Кого знаешь, давно. Мы проанализировали более 100 тысяч банковских проводок фирм и людей, вовлеченных в схему финансирования дворца, и сейчас готовы раскрыть вам имена главных путинских кошельков. На протяжении всего этого ролика, рассказывая про Путина, я упомянул кучу людей, абсолютно разных, и вроде бы ничего их не связывает. Но сейчас вы поймете, почему они здесь все. Все они встретились на Черноморском побережье, чтобы дать самую большую в мире взятку. Вот наши фирмы, уже знакомые, на которые записаны виноградники и дворец. Начнем с виноградников из Шато в Девноморском. Фирма АО «Девноморье», которая выпускает вину, усадь в Девноморье, хттпс двоеточие слеж слеж леута точка бе слеж, а мне 10 с даблы. 8 с лишним миллиардов рублей перевел Владимир Колбин, сын друга детства Владимира Путина, Петра Колбина. Фирма «Лазурная ягода», которая владеет самим виноградником из Шато, больше всего денег дала российская фирма «Аратрон» — 2 с лишним миллиарда рублей. «Аратрон» принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Плехову. Это очень интересный и очень не случайный персонаж. Помните миллиарды долларов, которые нашлись на счетах путинского друга детства вилончелиста Ралдугина? Это расследование про панамские архивы. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Эти миллиарды зачем-то перечисляли госкомпании и олигархи, а сам вилончелист, судя по всему, не сильно представлял, чем владеет. То есть тогда были найдены буквально личные миллиарды Путина, его офшорные кошельки. Так вот, Александр Плехов был управляющим этих офшоров по доверенности. А еще один офшор... Привез он их в Россию, лучше бы он здесь их заказал, чтобы их здесь сделали наши русские, это, какие-нибудь люди. Чтобы заработали. А так заработали иностранцы. ...платили олигархи Мордашов и Ротенберг, вообще был записан на Плехова лично. Плеховский «Аратрон», кстати, давал деньги не только лазурной ягоде, но и Девноморью, и Южной Цитадели, которая должна была разводить устриц и мидий. Свой бизнес в Петербурге Плехов ведет с еще одним путинским другом и соседом подачи Юрием Ковальчуком. Ковальчук появляется у нас на схеме вместе с целым облаком офшоров. Это целая паутина фирм, которая им контролируется и гоняет деньги туда-сюда. Эти офшоры используются для финансирования личных активов братьев Ковальчуков, типа дома в Геленджике, в Ленобласти, самолетов, вертолетов и множество других активов, которые приписывают как Ковальчуку, так и самому Путину. Выделяется здесь офшор Форстис, который тоже давал деньги и Девноморью, и устрицам, но больше всего полтора миллиарда лазурной ягоди. Он тоже фигурировал в Панамском досье. С помощью него фирмы Ралдугина загоняли деньги из офшоров обратно в Россию на российский счет этой конторы. Но это не все деньги, за счет которых существует и растит виноград лазурная ягода. Еще их содержит государственная корпорация Роснефть и главный путинский протежей, который когда-то во времена Питерской мэрии носил за Путиным портфель, а сейчас почему-то считается великим и ужасным, Игорь Иванович Сечин. Между лазурной ягодой и дочерним предприятием Роснефти заключен договор аренды, согласно которому госкорпорация платит винодельне 40 миллионов рублей в месяц. За аренду неизвестно чего, у лазурной ягоды просто нет ничего, что могло бы стоить такие деньги. За такую сумму прямо сейчас можно снять офис площадью 14 тысяч квадратных метров, несколько верхних этажей в высотке в Московском Сити. И всего такими вот фиктивными арендными платежами лазурная ягода получила от государственной Роснефти почти 2 миллиарда рублей. Здесь останавливаемся, потому что это важнейшая часть схемы, ее нужно хорошенько осознать. Есть фирмы, принадлежащие двум миллиардерам, Симченко и Колбину. Они сами в эти фирмы уже закинули столько денег, что потратить их не могут, а вот просто кладут на депозит в банк. И туда все равно бросают еще больше денег и миллиардер Ковальчук, и вялый чилист Ралдугин, и государственная компания Роснефть. Почему? Потому что перед нами тот самый легендарный путинский общак. Как вот вы в книжках читали про воров в законе, такой же есть и в Кремле. Путинские бизнесмены несут дань своему боссу, а тот тратит денежки на свое усмотрение. Дальше. Другие виноградники и завод в Кренице. Их стоят на деньги нескольких человек. Во-первых, путинского бизнес-партнера из 90-х, Геннадия Тимченко, он дал 3,3 миллиарда рублей. А еще 3 миллиарда дал путинский сосед по парте, Николай Егоров. Я его уже много раз упомянул в этом ролике. И может ложиться впечатление, что Егоров какой-то крупный олигарх. Нет, Егоров юрист, он партнер в адвокатской конторе. Учитывая, что все состояние Егорова оценивается в 5 миллиардов рублей, получается, что больше половины нажитого за всю жизнь он потратил на винзавод в Кренице. А потом еще и продал его за 50 миллиардов рублей. Но дав денег на виноградники лично от себя, Егоров на этом не остановился. Помните историю про университетских приятелей Путина? Там был этот самый Егоров, еще Ильгам Рагимов и Виктор Хмалин. Так вот эти трое в 2015 году создали в Петербурге фирму инвестиционные решения. И эта фирма тоже дала еще 2 миллиарда займа на суперзавод в Кренице. Но это не самая большая трата фирмы однокурсников Путина. В 2019 году инвестиционные решения дали 2,5 миллиарда рублей Биному, владельцу дворца. А потом в 2020 году еще 2,6, всего 5 миллиардов. Увы, и этих денег не хватило на реконструкцию и новый подземный хоккейный комплекс. Еще почти столько же, 4,3 миллиарда рублей Бином получил от нашего первого сегодняшнего героя. Коллеги Путина по Дрезденскому КГБ Николая Токарева. Точнее не самого Токарева, а от государственной компании «Транснефть», которую он возглавляет. Та же схема, как и у «Роснефти» с лазурной ягодой. Фиктивная аренда, но в гораздо большем масштабе. Точерняя компания «Транснефть» переводит на счет дворца в Просковеевке 120 миллионов рублей в месяц. 120 миллионов. Поскольку «Транснефть» все-таки полностью государственная компания, они вынуждены оправдываться за то, что они загоняют такие огромные суммы на аренду амфитеадов в Просковеевке. Поэтому сюда раз в год приезжает глава компании Николай Токарев, чтобы сфотографироваться и сделать вид, что проводят здесь какие-то рабочие совещания. Только собрания эти проходят не в читальне и не в музыкальной гостиной. А вот тут, в специально построенном городке для персонала. Или вот тут. Токарев снимается на вертолетной площадке. Нужны непривиальные такие подходы, организация работ, что мы, собственно, и делаем. Многие процессы пришлось запараллелить. Приехал, опозировал перед камерой, заплатил деньги и уехал. Всего от структур «Транснефти» на счет компании-владельца дворца поступило 4 миллиарда 300 миллионов рублей за три года. Таким образом, государственная «Транснефть» является одним из крупнейших спонсоров строительства путинского дворца. Всего за последние три года, только по самым скромным оценкам и очень неполным данным, которые есть у нас в распоряжении, на счета дворца и виноградников поступило 35 миллиардов рублей. Это деньги, которые тратятся прямо сейчас на реконструкцию, на строительство винодельни и на ежедневное содержание этого огромного хозяйства. И это в дополнение к тому миллиарду долларов, который уже был инвестирован в стройку к 2017 году. Таким образом, если вы спросите, ну а сколько в итоге стоит дворец Путина под Геленджиком, ответить на этот вопрос будет нелегко, потому что такие объекты с тоннелями, вырубленными в скалах и подземными хоккейными коробками, они просто не продаются. Но мы можем оценить минимальную стоимость, сколько на него потратили денег. В общей сложности уже 100 миллиардов рублей. Поэтому мы и называем это «самой большой в мире взяткой». Путинские друзья, получившие от него право украсить в Россию все, что они желают, отблагодарили его много чем. Но в частности, скинулись, собрали 100 миллиардов рублей и построили своему боссу дворец на эти деньги. Полтора миллиарда долларов, что ли? Взгляните еще раз на эту схему. Согласитесь, выглядит она сложновато даже для такой непростой затеи, как секретное строительство самого дорогого в мире дворца с виноградниками. Но что, если я вам скажу, что это всего лишь маленькая часть того, что существует на самом деле? К схеме можно пририсовать еще несколько десятков фильм и офшоров, которые оплачивают другие тайные активы Путина и его семьи, используя те же самые деньги от тех же людей. «Подожди, ведь потребности нашего скромного президента совсем не исчерпываются только черноморственным дворцам, а также родственники. Вы же не ожидаете, что они какие-то обычные люди?» «А женщины?» «Каждому нужно жилье, каждому нужен самолет, каждому нужна яхта. Все это надо оплачивать. А значит, нужна финансовая схема и люди, наполняющие эту схему деньгами. Этот общак, основу которого мы вам описали, используется Путиным для того, чтобы покрывать расходы в членах семьи. Чем больше семья, тем больше расходов. А у Путина... Сами дочери Путина смотрят такие «О, дядя какой-нибудь там, дядя Коля». Вот как оказывается. Сейчас узнали, откуда папа. Как и положено человеку, возомнившему себя монархом. Довольно богатая и насыщенная личная жизнь. Совсем недавно издание «Проект» рассказало нам замечательную историю из жизни этого глубоко верующего человека, хранителя тысячелетних консервативных ценностей. Оказывается, живет в Санкт-Петербурге гражданка по имени Светлана Кривоногих. Когда она была просто симпатичной молодой девушкой, а сейчас превратилась в невероятно богатую женщину, акционера Банка России. И никто не может понять, как же на Кривоногих, для отработавшей уборщицей, свалилось такое счастье. В 2003-м, как утверждает издание «Проект», родила от него дочь Елизавету. Через несколько месяцев после этого она стала обладательницей 450-метровой квартиры, получив ее от Ковальчука и других знакомых Путина по дачному кооперативу «Озеро». Потом были еще квартиры, опять же от старых друзей Путина. Например, вот эта. 200-метровая в 300 метрах от Орникажа. И она досталась Кривоногих от Олега Руднова, которого еще в 2005-м году газета «Коммерсант» называла другом Путина через запятую после Ковальчука. После того, как Кривоногих родила Путина ребенка, на нее оформили еще кучу активов, включая 3% акций Банка Россия. И финансируются эти активы. Материнский капитал. Точно из этой же схемы, которую мы вам описали. Например, деньги от «Акцепта» получают ее компании «Озон» и «Пульс». «Озон» — это курорт и гора в Ленинградской области. А «Пульс» — это 40-метровая яхта Светланы Кривоногих. Известный нам офшор «Форскис», который давал деньги на виноградники в Девноморске. Это он, конечно. И все мужики такие, вот гад, сволочь, как мы своим женщинам в глаза после этого будем смотреть. Ленинград-центром в Таврическом саду в Петербурге. Поэтому мы подтверждаем расследование проекта. Случайная женщина не может быть по этой схеме. Это еще один пример того, как путинские друзья обкрадывают всю страну, а в знак благодарности содержат путинскую любовницу и ее ребенка. Личная жизнь Путина касается только его. Но хочется ему, пусть себе хоть 20 семей заведет. Мы обращаем внимание на другое. Его бурные отношения оплачиваются взятками и коррупцией. Но это вообще нормально. Алина Кабаева встанет 20 миллионов нищих, а он своей любовницы покупает яхту. Да ладно, яхта и квартиры кривоногих выглядят просто мелочью. По сравнению с содержанием знаменитой гимнастки и женщины, обладающей самым непонятным статусом в России, Алина Кабаева. Я думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они всем мне нравятся. В 2008 году АШЦУ на газету московский корреспондент закрыли, потому что она написала статью о связи Путина и Кабаевой. Это запретная для всех тема, но правда-то от этого не меняется. На содержание еще одной женщины Путина тратят... Побарал, блин. Мы вот с документами видим, что Алина Кабаева неотделима от нашей схемы. От Геннадия Тимченко бабушке Алины Кабаевой достается 200-метровая квартира в Питере. За 4 дня до этого другой фигурант нашей схемы, точнее тогда еще его отец, отписал той же самой бабушке две соседние квартиры на Арбате, по 300 метров каждая. Бизнесмен Григорий Боевский, которого можно назвать таким же номиналом Ротенбергов, как и Пономаренко, в августе 2013 года передал бабушке Алиной полгитары земли на Рублевке и два дома на нем. Пономарев, на самом деле. А что там говорить? Бывшая гимнастка у нас назначена главным медиа-менеджером страны. Она председатель Совета Директоров Национальной Медиагруппы. Эта структура принадлежит главному держателю путинских денег, Ковальчуку. И владеет она чуть ли не больших сил. И спор нет. Алина Маратовна Кабаева лучше всех в мире прыгает с мячиком и лентой. Но управлять телекомпаниями и газетами она никак бы не смогла, если бы не ее связь с Путиным. Ведь она только совершенно официально получила от Ковальчука зарплату в восемнадцатом году 785 миллионов рублей. Но вы не подумайте, что Алина Маратовна и ее родственницы только получают и получают эти квартиры и деньги. Обратно они тоже отдают. Вот посмотрите, какой трогательный документ мы обнаружили. Просто документ эпохи. Это выписка на относительно небольшую сочинскую квартиру. Бабушка Алины купила ее в одиннадцатом году. А через шесть лет квартира переходит в собственность Михаила Шеломова, родственника Путина. Идет, так сказать, консолидация совместного имущества. То есть справка на эту квартиру пока единственный документ в истории, где вместе фигурилы обе семьи Алины Кабаевой и Владимира Путина. Сейчас я уверена в завтрашнем дне. И я пойду голосовать 2 декабря на выборы. И буду голосовать за единую Россию. И за человека, который мне подарил уверенность в завтрашнем дне. За Владимира Владимировича Путина. Впрочем, жизнь многоженца это не только удар. Она ведь искренне говорит. Я уверен, абсолютно искренне. ...довольствие, но и проблемы. И песня, известная каждому в нашей стране, как будто прямо посвящена Владимиру Путину. Помните? Три жены красота, что ни говори. Но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Ведь у Путина выходят тоже три тещи. Как минимум. К счастью для нашего национального лидера, у него есть то, что отсутствовало у героя фильма «Кавказская пленница». Компания «Газпром». У «Газпрома» раньше было дочернее предприятие. Называлось оно «Теплоинвест». И занималось тем, что владело всякими мелкими котельными, трубами, кабельными линиями. Такая вот небольшая структура, сейчас ее уже даже нет ликвидировали. Но как-то так вышло, что перед ликвидацией эта фирма прикупила несколько суперэлитных квартир в самом дорогом месте Москвы, в районе Остоженка. В 2014 году «Теплоинвест» стал собственником 260-метровой квартиры в этом доме на Причистинке. И 220-метровой в этом в Молочном переулке. Это очень, очень дорогие квартиры. И в течение года после покупки одна из этих квартир подороже досталась маме Алины Кабаевой, Любови Михайловне Кабаевой. А вторая, чуть поскромнее, маме Светланы Кривоной. Помните, что заявляет «Газпром» в своих рекламных роликах? «Национальное достояние». А надо бы, конечно, сменить лозунг. «Газпром, используем национальное достояние на содержание путинских». Путин смотрит видео, и я охуенен. Да Кабаева тоже так. Я буду голосовать за человек, за этого. Прекрасно, Владимира Путина. Ох, кто угодно растрогается. А то новые придут и снова будут воровать. Да вы же видите, они никогда не наворуются. Наоборот, денег постоянно нужно больше. Женщины, учитесь. Вот как быть бабой Путина. Вам наглядное пособие. Просто посмотрите на Алину Кабаеву. Ровно такие женщины и спят с президентами. Нужно мужчину своего любить всем сердцем. Понимаете? И просто нахваливать его. Как он вообще просто. Ты без него вообще. Мир не мил тебе. Пас, даже если повышают зарплату с 30 до 45 тысяч рублей, денег все равно не хватает. Так и у них. Эту купили яхту, эту квартиру. Дворец построили, а трубу порвало, надо переделывать. А подрядчик просит еще. Правильно. А дети подрастают, и всем надо купить жилье. А потом дочка Путина выходит замуж, и надо ее мужа сделать самым молодым миллиардером в России. А иначе она будет скандалить. Мне кажется, сейчас сам Путин Навальному задонатит. Ну, он его, конечно, поддержит месяцок. Типа, для приличия надо как-то. Ну, ой, нехорошо. А потом, блин, сам к нему придет, типа, леха, брат, ты новые там делаешь? Че-нибудь там, короче, этот, блядь, Ротенберг все ждет. Ты там про него бахнешь. Что вы, блядь, не знаю, к любому эти, блядь, придут тоже через офшоры, через немецких каких-нибудь там, через каких-нибудь тоже оппозиционера какого-нибудь специального бизнесмена сделают, там, богатого, типа, что он якобы какой-нибудь, не знаю, там. Навального же, по-моему, Билайновцы там очень люто спонсируют как-то, типа, какой-то там главный хуй чего-то там в Билайне. А этот тоже, на самом деле, он там какой-нибудь путинский, просто свой, типа, они ему бабки заносят, говорят, слушай, это Лехе Навальному передашь, что-то, не скажи, вот ему, значит, вот, выписка, чтобы он меня разоблачил. Мы поспорили сейчас, значит, с этим, с каким-нибудь там, не знаю, кто там был, я забыл, Тимченко, Ротенберг, я эти фамилии уже заебался запоминать. Вот, когда вот ждем, вот хочется, чтобы меня побыстрее уже, давай, вот я ему там на дрон на новый, вот. Тут, значит, смотри, вот здесь, вот дворец, вот так вот координаты подлетают, я не знаю, что это такое, блядь. У старшей дочери есть муж, и у кривоногих дочь уже взрослая, скоро нужна будет отдельная яхта, а потом внуки подрастут, и аппетиты у всех колоссальные, и это только Путин. Типа нужно, что вот, и прям, вот, ты нас прям хуйсос, прям, вот, вообще вот, не стесняйся, типа, да. Лех такой, отснял весь видос. Ой, тут, Пуся, подписывайтесь на канал, здесь говорят правду, выключили кадр, а-а-а-а, ребята, мы разъебали, блядь, Ютьюб. А Медведев, а все Медведев, а Таймитин, Ротенбергик, Вольчуки и Тимченко, байгужанки ликуют, да, да. Никогда не наворуются, наоборот, будут красть все больше и больше, пока они не разорят всю страну. Россия по-прежнему продает нефть, газ, металлы, удобрения, лес в огромных количествах, а доходы населения все падают и падают, потому что у Путин есть дворец. И Кабаева, и Кривоногих, и у каждого чиновника поменьше. Есть свой дворец и своя Кабаева. Мы будем жить нормально, только когда перестанем терпеть чиновников, которые воруют, переизбирать их. А если они отказываются проводить честные выборы, то выходить на улицы и отстранять их от власти другим образом. Этим отличаются бедные страны от богатых. В богатых странах люди при малейшем возмущении выходят на улицы, и чиновники опасаются этого. В бедных странах люди терпят. А чиновники проводят референдумы по продлению своих полномочий и говорят, ну еще немного подождите, вы всего лишь 20 лет у власти, потерпите. И вы посмотрите, что они делают. Класс! Позакрывал и пуздакы, блядь. Нахуй, ебанники свои, пуздакы. Кандидатов на выбор, которые вам нравятся. Я серьезно, я вот все никак не могу... Блядь, разглядеть, что плохо. Ну не знаю, типа... Критиковать Единую Россию. Путин и его группа воров хотят пожизненно... Мне кажется, Путину надо там YouTube закрыть, чтобы у меня очко сгорело. Что-нибудь такое сделать. Или донаты, чтобы начали налогами облагаться. Ну, блядь, ребят, я не знаю. Я из полной грязи, в принципе, как-то вот выбился очень неплохо. Мне... Ну, вот... Я просто слышал истории про 90-е, как люди, блядь... Леха, я уже который раз это повторяю, Романовский, рассказывал, как у него плавки спиздили, как они йогурт жрали на праздники, типа... Я, блядь, колбасу на дорогущий хлеб, нахуй, в три слоя, блядь, себе накладываю на нарезанный заранее дорогущий хлеб, нарезанную заранее колбасу накладываю, блядь, и жру. Мне 24 года. Да я пиздюк, по сути, сраный. Блядь, у меня полный холодильник жратвы. Я живу, блядь, в раю. Вот Саша Найт, мэр, не любит ебать кривоногих, поэтому мои ножки он всегда немножко расставляет. Спасибо огромное, Риос Хаскрим, за донат, большое спасибо. Это самое. Ну, типа, конечно, у меня есть ряд претензий к тому, как законы выполняются. Ну, то есть, одна из моих вот таких вот бесючих вещей в сегодняшней власти, я постоянно говорю, что у нас законы нихуя не соблюдаются. Они у нас вроде как есть, но они соблюдаются только, когда это вот Путину и его дружкам выгодно. Это бесит, блядь. То есть, ну, из-за этого у нас страдает искусство. То есть, я как человек, человек все-таки из миротворчества, меня очень печалит уебищная ситуация. При очень талантливом народе нашем русском, да, российском, меня очень выбешивает, ну, типа, недостаточно хорошо, недостаточно хорошее состояние, там, какой-то экономики, связанной с искусством, да, то есть, с музыкой, с еще чем-то. Вот. Ну, и, типа, ну, конечно, то есть, вот бывает, что полная хуйня страдает. То есть, не знаю, мне Лебедев, в принципе, очень нравится, что говорит, что уебищный абсолютно дизайн у всех этих ФСБшников, ХУСБшников. То есть, насколько они просто вот там все туго-рогие, блядь, дебильные вообще, абсолютно, это ущербные какие-то вот эти значки гадкие, вонючие, уродливые. Какие-то, как они там тупят все время, что-то какую-то вот, блядь, пиарщиков бы надели, нет, хуйню какую-то несут, там, что это там, вот что там, вот мы там сделаем. Насколько, насколько, опять же, взять, насколько Навальный круто доносит мысли, насколько он хорош. Ни единый, блядь, ни одного нет за Путинца, который так же охуенно бы просто, ну, только Лебедев, наверное. Следующий расследование про колбасу Моисея. Спасибо, Навальный, ждем обязательно расследование, вот, да, значит, жирует на ваши донаты, ребята, не платят налоги, просто вообще абсолютная мразь, Моисей Великанов. Блядь, вот Лебедев, это пока что самый охуенный, кто вроде как типа, ну, он даже не совсем за Путина, он типа вроде как, ну, ему ок, я так понял. То есть вот очень хуево, что нет никого, кто нормально бы за него топил. То есть это очень странно, очень тоже какая-то вот такая, ну, дед, типа, реально, вот, то есть там Путин уже в некоторых вопросах как-то, ну, не знаю, с молодежью хуево очень все это взаимодействует. То есть все очень топорное какое-то, совковое такое старое вот уже тупое очень, да. Да, вот, то есть, ну, вот, есть такие моменты. Ну, какие могут быть? Ну, есть еще, да, есть еще какие-то вот. То есть очень печалит хуевость работы полиции, например, печалит. То есть, блядь, с одной стороны прикольно, что формально есть закон, нельзя продувать бухло там после когда-то тогда-то. Ну, при этом ты можешь его где-то все равно как-то хитро купить, ты можешь его завернуть там в пакете где-то бухать. То есть как-то вот все, как-то вот вроде да, а вроде пизда. Вот что печально. Проблема в том, что рядовой инженер при сегодняшней власти не станет средним классом, пишет Помидорка Попкин. Да, плохо, плохо, конечно. Ну, блядь, а что рядовой инженер? То есть я считаю, что, честно говоря, у нас социальные лифты в России не так плохо работают. То есть хуже, наверное, может быть, чем в некоторых странах там европейских и азиатских. Базару ноль. Но среднестатистический россиянин, среднестатистический житель России живет лучше, чем среднестатистический мировой человек, человек в мире. То есть как бы надо понимать, что у нас там 150 миллионов населения, а вот все население Европы, например, все вместе. А, нихуя себе. Подождите, а к Европе относится Россия, интересно, или нет? Вот что у нас считается Европой все-таки? Какой-то кусок вроде как России считается, да? Да, часть России считается Европой. Чуть населения. Нет, вообще она вся считается Европой. А что за бред-то? Ой. Ну, вместе с Россией, типа, в Европе чуть меньше миллиарда людей. То есть насколько хуёво людям там живется почти во всей Африке. Почти во всей Латинской Америке. Почти, значит, во всей Азии. Во всех азиатских странах. То есть Бангладеши всякие. Таиланды. Насколько хуёво им всем. Половина Европы сегодня. Ну, не половина. Вот какие есть страны. То есть насколько там вот. Ну, есть где-то, где, допустим, Исландия. Там 300 тысяч человек. И они, да, им там всё вот заебись, в принципе. Как-то они устроились. Как-то вот там исхитрились, изъебались. Всё у них прикольно. Вот. Но, блядь. То какие-то, блядь, понаехавшие мигранты. С той же Америкой. Насколько пиздец сейчас творится. То есть, вообще, где хорошо вообще? Где сейчас в мире пиздачи, чем в России? Кроме, ну, если не считать климат. Понятно, что по климату где-то может лучше жить. Житься. Вот интересно, а где сейчас вообще хорошо прям? Типа, в Германии? Да не уверен. Во Франции? Да хуй знает. Поставил спутник от ковида, пока норм. Спасибо, ББЕ. Отлично. Поздравляю. Где вообще можно жить в мире, чтобы заебись? В Америке? Да хуево, блядь, гора, ёбли мозга. Там, типа, нет олигархов, есть зато, блядь, долларовые миллиардеры, которые там как-то от налогов уходят, как там Илон Маск и всё такое. Вот. Там есть другие какие-то, блядь, то есть вот погромы вот эти Black Lives Matter и так далее. Где вообще заебись? В Польше может быть какой-нибудь? Я не знаю. Типа, может, в Польше хорошо живётся? Может, и в Польше, правда, неплохо живётся. Наверное. Типа, охуенно быстрый интернет у нас, да? То есть, не знаю. Климат на любой вкус. Многие законы, наоборот, очень у нас классные пиздаты. То есть, типа, где лучше? В Гондурасе. Ну, вот, народ, кто считает? Вот напишите страну, как вам кажется, где лучше? Где, по-вашему, было бы лучше, чем в России? То есть, ну, может быть, у нас имеет смысл с кого-то в чём-то брать пример. У нас, конечно, есть огромное количество недостатков. Ну, может, в Финляндии в чём-то. То есть, если не в плане климата. Ну, да, наверное, северная какая-нибудь такая. Северная вот эта. Я в них никогда в жизни бы тупо из-за климата не стал жить. Но, да, там вот эти скандинавские страны северные, они, в принципе, очень прикольные. А опять же, типа, финны, я не знаю. Финны, по-моему, сильно у себя Black Lives Matter не устроили. А шведы с норвегами пиздецку колды вообще редкостные абсолютно. У них там всё. Хасан — это швед, блядь. И так далее. Сербия, ну, там, понятно. Всякие славянские страны, к сожалению, вообще хуёво достаточно. Во всех них живётся относительно, как мне кажется. Может, реально, по-моему, в Польше вообще чуть ли не лучше всего должно быть. И то, то есть, там, под вопросами некоторые моменты наверняка. США, ну, где? Ну, бля, может, Южная Корея? Ну, там тоже хуй знает спорно. Не уверен, что там всем комфортно. Япония. Кому-то есть, как бы, просто личные вкусы, наверное, у кого-то какие-то. А так, блядь, да он, типа, даже учитывая эту хуйню, у нас, блядь, лучше всего вообще. Всё устроено. Понятно, ну, то есть, ещё раз говорю. Для некоторых профессий лучше в другой стране. Для некоторых профессий просто где-то социальный лифт лучше работает. Где-то стоматологам сильно больше платят. Где-то очень нужны врачи. У нас не очень. Ну, просто, блядь, извините, рынок. Спасибо, ББМ. КТПС, двоеточие, слеж, слеж, ел, тут почка, слеж, пояде. Канада. Ну, наверное, Канада. Канада, может, что-то я, да, не подумал. Канада, наверное, хорошая страна. Но она чуть ли не лучшая в мире считается. По ряду причин. Моисей топит за соблюдение законов. Это включает в себя отсутствие коррупции и нормальную власть. Ну, в целом, я за это. Но, типа, не так, чтобы сильно. То есть, я говорю, это то, что меня напрягает. Но не настолько напрягает, чтобы я сейчас, блядь, я не... Ну, короче, мне не хватает. То есть, я коммунистов, например, ненавижу. Ну, пиздец. Просто терпеть их не могу, блядь. И вот бесит тоже, что у нас с этим не ведется борьба. Что у нас разрешено. То есть, ну, чуть-чуть напрягает. Но это все такие мелочи жизни. То есть, по сравнению с тем, насколько мне, в принципе, неплохо живется. И, честно, мне как-то вот все плюс-минус идет в сторону заебись. Как по моим ощущениям. Я, честно, просто, ну, вот не вижу причин сильно переживать. Хоть Навальный пизда, ты чувак, конечно, он крут, блядь, но... Ну... Не хватает. То есть, это и не только мне. Это огромному количеству населения России не хватает вот этого вот острого и боли, какой-то такой. То есть, то, что Путин безумно богат, и у него дворец, у меня не вызывает острую боль. В душе. То, что пенсионеры какие-то ебаные не получили пенсию, да и... Прошу прощения за цинизм. Вы поняли, да? То, что, блядь, там еще что-то кто-то. Точно. Сука, нахуй. Так, что там? Оскорбление чувств верующих. Ну да, свобода слова, то есть... Да в России неплохо со свободой слова. В Америке нельзя сказать негр. Просто слово негр нельзя сказать. Я могу сказать сейчас, вот я стримлю. Нигер, пидор, там, не знаю, все что угодно. Вот. Я, в принципе, могу и какие-то даже слова там сказать, чуть ли не знаю. Да взять Соколовского, бля, он там хуесосил последними словами патриарха. Он реально хуесосил его просто. И ему дали, что, какой-то условный срок, по-моему, за это. То есть, да, была шумная хуйня, но, блядь, он же... Вы почитайте реально, типа, выписки и сделаю. То есть, Соколовский про патриарха. Вот прям интересно. Соколовский про патриарха. Он реально его просто именно говном поливал. Плюс еще Кадырова, там, Рамзана Ахматовича. Он просто хуесосил их, буквально. Это не критика, не там что-то. Это хуесосинг. То есть, это просто жесткое оскорбление вообще последними грязными словами. Вот. То есть, не знаю, можно ли что-то найти. Назвал Иисуса зомби, блядь. Типа. То есть, чувак просто вообще абсолютно без берегов. И ему дали, что? Условный срок, блядь. Типа, ну... 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 Ну, серьезно. И вот... Дали 3 года и 6 месяцев, сократили до 2 и 3. Серьезно, блядь. То есть, так просто чуть-чуть, типа... Ну, брат, ну подзвали пиздак. Что-то уже как... Что-то ты, блядь, не очень уже, да? Что-то ты это. Плохо, да, что, например, вот там... Польша, пиздец, какая хрестонутая страна. У них там католики. Но им можно, например, там, Black Metal, Бегемот. То есть, бесят наши, да, конечно, православные активисты, которые охуели и с которыми тоже мало что делаются. Что они там обливают кого-то там святой водой, что-то там запрещают, отменяют. То есть, конечно, бесят. Пошли нахуй. Типа, не ваше собачье дело. Идите своей хуйней. Занимайтесь в своих, блядь, ебаных, в общем-то, местах. В домах своих и в домах божьих, да? То есть, пожалуйста. Вот. Я тоже не понимаю, например, пусть сирают. То есть, они же, по сути, пришли, насрали как бы в... Ну, типа, святое место. Но, с другой стороны, как бы, блядь, хрестанутые не должны лезть в рок-клубы на концерты блэк-металистов. И блэк-металисты, как бы, я считаю, там всякие... Ну, вообще, то есть, кто не имеет к этому отношения, ко всему, к церкви, не должны ебать им там мозги, лезть что-то и так далее. Вот. То есть, надо как-то все-таки... Баланс базару ноль. Ну, да, это, например... Ну, честно, я не особо, вот, там, допустим, всякие... Слушаю такие музыки, чего-то там антихристовое какие-то там невозможное. Блядь, ну, у нас есть там, типа, ансамбль Христа Спасителя, Мать Сыра Земля. Как-то они работают, как-то что-то делается. Бабушка там все такое, все появляется. То есть, как-то, ну... Не дозаебись, но весьма неплохо все, мне кажется. Так. И бесконтрольной власти. Мы дошли до того, что это уже не группа людей, обкрадывающих государство, а само государство превратилось в инструмент воровства. ФСО и Росгвардия охраняют дворцы. Судьи сажают недовольных. ФСБ создало группу убийц, задача которых просто вот убивать... Некор, бидр, гей, нацист. Хорошая новость в том, что нас все-таки все равно гораздо-гораздо больше. Путин и все, кто его охраняет, воруют для него, поделают выборы. Это несколько сотен тысяч человек максимум. А нас десятки миллионов. Просто мы не верим в свои силы. Если каждый, кто смотрит это видео, распространит его, мы разорвем цензуру в клучья. Если 10% недовольных выйдут на улицу, то выборы не посмеют фальсифицировать. Если каждый из нас зарегистрируется и поучаствует в умном голосовании, то путинская партия воровства и деградации «Единая Россия» проиграет выборы. Начнется политическая конкуренция. И качество политики и чиновников начнет постепенно улучшаться. Появятся честные суды, нормальные прокуроры. Красть в таких масштабах, как сейчас, стоит невозможно. И шаг за шагом мы будем жить лучше и богаче. Все, что нам нужно сделать, это перестать терпеть. Перестать ждать. Перестать тратить свою жизнь. Перестать терпеть — это хорошо. Разорвем цензуру. Ну вот да, 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 да. Ебать, просто цензура. Страдаем. Свои налоги на обогащение. Пойдешь на митинг? Нет. Я же спалюсь, где я. Наше будущее в наших руках. Свой череповец спалил. Не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям. Подписывайтесь на наш канал. Хотя хуй знает, может. Прикольно, интересно. Навальный Леха У, Навальный Леха Э. Мария Певчух опять. А кто такая Мария Певчух? Они ебутся, интересно? Не, я думаю, все-таки они с... С кем я забыл? Кто шутил вначале? Чисто список, кого посадить для Путина. Оставили. Круто. Здорово. Интересно. Ну, что народ пишет? В этом кинотеатре! Там у Путина. Сейчас смотрят это видео. Теперь все в туалетных ёршиках можно считать. Да? Да. Ой, пиздец, ребята. Ну, вот так. Ждем хуесосных меня комментов. Оставил. Субтитры подогнал сей. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...